И нам сейчас нужно будет с вами понять, что здесь и как, и почему. Ну, вот традиционно, дельта пишется обратным последователем, справа более легкие изотопные отношения, слева более тяжелые. Хотя мы с вами понимаем, что если бы было кувырком, то мы бы тоже разобрались, что к чему. Значит, какие здесь основные закономерности? Ну, вот начнем с самого простого. Океаническая вода. Очень узкий диапазон вариаций. Дельта 18-0. Понятно, да? Это домогельное довольно вещество. И на другом составе кислорода используются в качестве стандарта. Поэтому тут с этим вопросом никаких нет. Метеорные воды. Широкий диапазон вариаций. Ну, вообще говоря, вот то, что они тут вправо заходят, это какая-то экзотика. Я вам говорю, что там над закрытыми бассейнами иногда встречаются такие аномальные точки. Там и нарушается линия Крейга. А в основном, конечно, это от нуля и ниже изотопные отношения. Причем низкие изотопные отношения характерны для приполярных областей. Но и не только. В горах, в зависимости от высоты над уровнем моря, тоже встречаются свои вариации. Это еще связано с тем, что вода же, хоть площадь океана, она преобладает над всем остальным. Но в каких-то региональных ситуациях, скажем, над континентами, влага испаряется с поверхности Земли. Испаряется, скажем, снежный покров, он тоже испаряется, сублимирует. И если этот снежный покров находится на высоте 2-3 тысячи метров над уровнем моря, то там температура сильно пониже, чем где-нибудь на уровне близким к океану. Но в целом, диапазон вариации метеорных вод здесь показан. Дальше, пока вот это пропустим, базальты. Базальты, вот тут не зря показан такой довольно узкий диапазон. И изотопный состав кислорода, мантийных базальтов, неизмененных базальтовых пород, он близок к дельта 18,5,6. 5,6. И действительно, вариации очень не широки. Ну, тут, еще раз говорю, это все, в общем, условные такие границы. Конечно, измененные породы, измененные базальты, они будут вылетать за пределы этого блока узкого. А такие неизмененные нормальные базальты с сохранившимися первичными минералами, они имеют узкий диапазон. В метеоритах наблюдаются довольно широкие вариации. Тут показано далеко не все. Это старая диаграмма. Вообще, много встречается и метеоритов с очень низкими изотопными отношениями кислорода, метеоритов и всяких вот этих ранних включений, особенно, да, вот хондры отдельные и то, что я вам говорил, ранние кальцио-алюминиевые включения, они тоже аномальные по изотопному составу кислорода по сравнению не только с земным веществом, но и по сравнению с, скажем, с валовым составом хондрита, из которого они выделяются. Мы про них потом поговорим с вами отдельно. Там в некоторых метеоритах нарушается массозависимый закон фракционирования. Это самостоятельная проблема. Мы над ней немножко с вами поразмышляем. А вот сейчас давайте сосредоточимся на вот этих вот блоках. Граниты, метаморфические породы, осадочные породы. Вот что вы можете сказать про закономерности их и можно их как-нибудь объяснить, ну, основываясь на том, что мы с вами уже сегодня услышали. Ну, не надо сразу перескакивать через наблюдение. Да, не надо. Давайте сначала... Что мы видим? Они более тяжелые. Да, первое, значит, что в них более тяжелый кислород. Да, вот если говорить про осадочные породы. И, кстати сказать, от этой печки легче танцевать потом, изобраться с гранитами, с метаморфических породами. Почему? Потому что многие из них, да, накапливаются при взаимодействии с большими массами воды. И, соответственно, в воду уходит преимущественно легкий изоток кислорода, а при переволонавешивании в породе, в минералах, соответственно, остается более тяжелым. И это то самое, что мы здесь вот с вами наблюдали на этих графиках. Когда вот в вододоминирующих условиях, тут уже можно говорить о них, сдвиг происходит в тяжелую... Ну, и, кстати сказать, вот этот вот рисунок тоже очень наглядный, что вот в результате выветривания и при таком взаимодействии даже с метеорными водами песчинки сдвигаются в тяжелую сторону кислорода, да, в сторону тяжелого кислорода. Так что... Но это, естественно, в разной мере, и поэтому вот они, видите, они... Тут диапазон показан, начиная прямо от базальтовых составов, да, и в сторону более тяжелых. Ну, конечно, могут быть ситуации, когда... Какие-нибудь конгломераты, это же тоже осадочные породы. А в них изотопный состав, в общем, может не сильно отличаться от первичного вещества, из которого они образовались, да, блыговые какие-нибудь. Но в целом сдвиг в сторону тяжелого. Вот после того, как мы с осадочными разобрались, нам, наверное, проще понять поведение метаморфических породов. Многие из них это бывшие осадочные породы, да, многие из них это бывшие магматические породы, и особенно когда там какое-то переслаивание, да, осадочно-вулканогенная толща есть какая-то, метаморфизуется, мы потом уже не можем разобраться, чем она была до того, как был метаморфизик, вот, и, соответственно, там сдвиги меньше в тяжелую сторону, да, там меньше таких аномальных значений, ну, может быть, за счет такой вот гомогенизации вещества, когда в метаморфических породах, когда в метаморфических породах это и бывшие осадочные и бывшие аноматические породы. Ну, вот, граниты, тут, конечно, я бы все-таки их сместил немножко правее, но в них действительно есть группа гранитов, некоторые есть объекты, в которых понижены изотокные отношения кислорода, ну, чем это может быть вызвано, как вы полагаете? С-граниты, да, мне, конечно, приятно, что вы знаете такие сочетания, С-граниты, ну, и что? Это, правда, никак не объясняет, я спросил, чем вызваны пониженные изотокные отношения кислорода? Уж если вы сказали С-гранит, это объясните тогда, почему же? Я говорю про пониженные. Да. С-граниты, да, действительно, это предположительно, значит, результат переплавления осадочного, сегмента, да, вот, от этого буквы С, осадочного вещества, и поэтому, конечно, они, многие из них имеют изотокные отношения сдвинутые в более тяжелую сторону. Да, по карте, это дифференциат, наверное. Ну, да. Дифференциаты, вот вы задачу, когда решите с дифференциацией при магматических температурах, вы увидите, что там сдвиги очень маленькие, очень маленькие. Это какие-нибудь... За счет дифференциации, эти модели считали много раз, за счет дифференциации можно добиться сдвига... Ребята, пожалуйста, не мешайте мне. За счет дифференциации можно добиться сдвига, там, в лучшем случае, в одну промель. И это крайне редко бывает такой заметный сдвиг Это изотопный состав что ли? Да нет Валовый изотопный состав все равно будет зависеть от изотопного состава кислородом расплава Там конечно между разными минералами будет дифференциация Будет какое-то перераспределение, фракционирование изотопов Но валовый состав все равно останется Что у нас? Какой у нас имеется источник на Земле с низким изотопным отношением кислорода? Воданной водой Вот когда в граниты проникают метеорные воды Или гранитный расплав образуется за счет плавления Может быть даже осадочных толщ Но сильно переработанных метеорными водами Мы с вами такой пример рассмотрим Но сильно позже Очень бы мне хотелось, чтобы вы не забыли к тому моменту, что такое кислород Но я вас там буду мучать все равно Такие примеры есть, когда действительно в гранитах низкие изотопные отношения Даже не то, что не обязательно в гранитах Просто в кислых породах В породах среднего кислого состава Низкие изотопные отношения кислорода И это вызвано как раз переработкой гидротермами Субстрата, из которого образовался гранитный расплав А гидротермы, в свою очередь, имели источник метеорный вод Вот такие примеры имеются И некоторые, мы чуть позже Это вот не сейчас, не в этой лекции Но мы поскольку прошли материалы Мы иногда к нему будем возвращаться В сравнении с другими изотопными системами Вот там эти примеры у нас с вами будут встречаться Я вот на них обращу ваше внимание Ну, здесь нет такого еще довольно Такой довольно важной группы пород Как какие-нибудь рудные жилы Они, конечно, имеют очень контрастные изотопные В зависимости от, как вы понимаете, от источников элита Значительная часть флюидной фазы Если это водная фаза Она, конечно, ну, вот в пределах континентов И не только континентов И даже в островодужной обстановке, как ни странно Это метеорные воды Значительная часть И даже на небольших островах, где, казалось бы, вокруг океана Там бы должно быть сильное влияние океанической воды Морской воды Все равно оказываются такие низкие затопные отношения кислорода Что очевидно Кислорода и водорода Что очевидно Это Источником этой воды были метеорные воды Такое А вот смотрите, пожалуйста Есть такое понятие Все-таки низко Есть такое понятие, как Воды Метаморфогенные О, так вот лучше Метаморфогенные Кто-нибудь слышал про них? Да, в процессе метаморфизма при повышении температуры Из, скажем, бывших осаточных пород Вот они подвергаются метаморфизму Нагреваются Из них Флюитер покидает Каким должен быть изотопный состав кислорода Этих Да, если температура действительно повышенная То различие между составом материнской породы В которой они перевод навесили И водой будет не очень велико И тогда Действительно Изотопный состав кислорода Вот этих вот метаморфогенных вод Будет тяжелым Потому что Они уже с теми же осадочными породами Прореагировали при повышенной температуре Вот такая вот петрушка Потому что в осадочной толще Даже если там Действительно Обилие воды Все равно Это условия порода Доминирующая Все равно там Флюитер фазы Изначально в этой толще Немного Другое дело Что в целом Масса большая может быть И при метаморфизме Действительно Много воды может отделиться От этой толщи Но пока она там Находится Вода в этой толще Нагревается В общем условия Всегда порода доминирующая Никак не наоборот Ну вот В деталях мы с вами Про водород Не говорили пока Я вам только показал Кривую Крейбер Но такая же вот Обзорная диаграмма Для водорода Чтобы нам немножко Стоит понимать Водород очень В широких пределах Фракционирует Во внеземном веществе Во-первых Там очень низкий Температур Во-вторых Водная фаза Тех же хондритов Да Она конечно Подвижна В какой-то мере И при испарении Испарение В условиях Космического Вакуума При испарении Там конечно Фракционирование Очень Широкие пределы Вариации Водорода В метеорных водах Ну мы тоже С вами Понимаем почему Прямая Очень сильная Корреляция С кислородом Океаническая вода Дельта Д Тоже очень узкие Вариации Вот относительно Ювенильной воды Тут вот не зря Стоит знак вопроса По поводу нее Ведутся споры У исследователей Потому что Ну во-первых Потому что довольно Трудно выделить источник Устойчивый источник С таким изотопным составом Какой-то там Ювенильной воды Когда Справа от него Имеются составы Широко распространены На В условиях В условиях Континентальной Океанической коры Слева от нее Распространены составы Они могут давать Смеси И вы на фоне Этих Смесей Очень сложная задача Вы не всегда можете Выделить устойчивый сигнал Какой-то глубинной Компоненты Но тем не менее Вот условно Принимается Что Ювенильную Ваш группа В ней водород Такого изотопного состава Порядка минус Пятидесят Минус Восемьдесят Для водорода Нет такого Понятия Породы Доминирующие условия Потому что Нет таких пород Которые Скажем Наполовину Вы состояли из водорода Вот в отличие от кислорода И поэтому Его состав В смысле Изотопный состав Он больше Конечно Определяется Именно составом Флюидной Составом Водной фазы Вот Если Рассмотреть Состав воды Глинистых минералов В сравнении Вот с линией Крейга Которую мы уже с вами Знаем Что это такое То оказывается Что они Тяготеют В такой полосе Которая параллельна Линии Крейга Причем Сдвиги По изотопному составу Водорода И кислорода Ну При Нормальных условиях Экспериментально Полученные Для Коалина Для Монпарилонита Они здесь вот так Условно показаны И мы видим Что глинистые минералы В значительной мере Вот к этой полосе Тяготи Они Не идеально Ее занимают Но Особенно Вот в верхней части Где Как мы с вами понимаем Это все ближе к ват Ближе к теплым условиям Соответственно Больше возможностей Для возникновения Равновесия Но Вот эти вот линии Субгоризонтальные Они связывают Местные метеорные воды Саша Может быть лучше сюда Сложить Местные метеорные воды С Минералами Которые Ну В этой же местности И отобраны И были Изучены Вот Мы видим Что Ну вот Закономерности Определенных существует Практически Вот эти Связующие линии Ну они почти Параллельны Хаоса Не наблюдается Соответственно Вот Изотопные отношения Кислорода И водорода Этой части Они как раз Характеризуют Осадочные источники Осадочные материалы А вот Посмотрите Это данные Для Природных вод Для Всяких Термальных источников Гейзер Причем Значит Ну вот Линия Вы уже догадываетесь Это линия Крейга Она здесь Для сравнения Проведена Черные точки Это флюидная фаза Гейзеров В разных Местах Географических А вот Эти беленькие Кружочки С точками Это Провайфа И что мы Здесь видим Давайте Напряжемся Подумаем Легче Более легкие Слышите А вот Нормально Да Гамбар На самом деле Это очень странно Получается Что молекула По молекулам Водород Распределяется Одинаково То есть Водород Водород И все Он у нас Более тяжелым И с более легким Кислородом У вас Образовывается Молекула И он Почти Водная фаза Гейзер И паровая Фаза Гейзер И практически Везде Опять мы Видим Ну почти Горизонтальные Линии Трендов Различия Среди Небольшие Трендов Водород 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 Давайте Мы сравним Давайте Мы попробуем Понять В чем Различие Между водной Фазой И паровой Фазой Температура Да Наверное Пар может быть Перегретым Вода Влятель Будет Перегретым Потому что Это все Весь поверхностный Как правило Кипящий Максимум Кипящий Жидкий Ну 90 Ну 100 Градус Ну хорошо И температура И что Размерность Что В газе Получается Отделенный Атом Молек Отлетает Так Значит А нефть И что И что Воздух В воздухе Конечно Присутствует Какое-то количество Влаги Поэтому Водород Ну Нечто Черную А здесь Что у нас Получается А это Равновесная Но тут же По идее Как равновесная Вот Кто из вас Видел Гейтер Ну вот У нас Есть Температура С чем С чем там Равновесие Кто его знает Ну как По парам Жидкости Если пара Жидкости Находится На равновесии То Одно А если Равновесие 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 пара с поверхности океана давление уму да тут вот давление когда не смотришь так вот тогда у нас соответственно жидкая фаза что жидкая фаза может какой-то смесь образовывать а права и нет я что-то не понял обе они не могут смесь образовывать а тогда почему если в кавычках смесь то почему одна может другая нет и как вообще тогда объяснить вот эти вот зависимость интересно давайте я смогу голову совсем потерять давайте сначала абстрагируемся от паровой фазы что нам показывает водная фаза метеорные воды что источник этих флюидов метеорные воды это раз это первый очень важный выбор источник всех этих флюидов метеорные воды дальше мы должны с вами вспомнить что эти самые гидротермы текут не по трубам водоканал не по пластиковым каким-то водопроводным трубам да а где они существуют в чем они существуют они промывают породы ну может быть это уже как у нас подтолкнет к решению вот этой загадки почему пар отваливается а гидротермы нет они не разлинили крема магматическим пород ну не обязательно магматическим хотя конечно чаще всего гейзеры встречаются в зонах вулканизма активного там конечно преобладают какие-нибудь там базальты доциты что это такое но даже если не магматический то что какой изотопный состав кислорода должен быть в этих породах вот на этом графе где они находятся более тяжелый где-нибудь вот за пределами даже вот это вот я вам сказал что мантийный состав первичный 5 и 6 но тут могут быть вариации может быть и для кислых пород чуть более тяжелые составы но в общем вот где-нибудь здесь могут быть расположены составы кислорода вмещающих окружающих пород а водород кислорода ты в породах на балу а водород год на плак и и и и и дальше может быть уже это нам как-то даст возможность объяснить изотопное что сдвиг изотопного состава кислорода происходит а водорода нет потому что породов кислорода много а а водорода породов мало количественно тут конечно мы с вами не можем посчитать в какой мере там при каких температурах все но но дальше все-таки вопрос остался первоначальный почему так по-разному себя ведут черные точечки и белые точечки лев ну нельзя про гейзеры говорить что там высокое давление там какая-нибудь лишняя атмосфера ну 10 атмосфер это не килобар никак давление продавление забудьте это все поверхностные явления когда сухой пар проходит через породу в чем пользу соотношения по кислороду одно дело по каналу просачивается поток воды и взаимодействует только на границе со стенками и минимальный сдвиг он тут вот где то есть но это в общем все небольшие совсем сдвиги по изотопии по кислороду водород вообще не не сдвигается потому что в воде его больше многократно больше а пар когда просачивается через породу там уже другое совсем другая ситуация там воды действительно мало водорода все равно конечно в в этом паре больше чем пород ну и соответственно сдвиг в основном по кислороду не наблюдается а по водороду нет да как-то вы ребус это отгадывать не тренировались наверно ну в принципе мы с вами решили такую вполне достойную научную задачу разобрались в причинах различия во-первых изотопного состава кислорода паровой фазы и жидкой фазы и разного поведения изотопов кислорода и водорода но мне было бы приятнее если вы все это записали потому что я чувствую что скажем через неделю если вдруг открою эту картинку и спрошу в результате какого радиоактивного распада здесь произошли все эти сдвиги вы мне начнете рассказывать что-нибудь вообще на полчаса дольше надо будет испаряться чтобы получить те же сдвиги здесь еще здесь нет у нас количественного решения погон от того какая доля искалилась в какой степени произошел обмен какой степени достигнуты и не достигнуты равновесия здесь есть качественная различие очевидное различие между поведением жидкой фазы и по работой и между поведением кислорода и водорода по кислороду мы залить наблюдаем по водороду нет если бы взяли любую вот просто отдельно взятую точку без ничего, просто отдельно взятую точку. Да ничего бы мы не столкали. А вот когда мы видим набор данных по разным гейзерам и все они ведут себя одинаковым образом, то мы уже можем какие-то выводы сделать то, что здесь происходило, как возникло. Так что вот общий смысл того, что мы сейчас с вами рассмотрели, пожалуйста, запишите. Я не говорю, что не наблюдается, я говорю, что гораздо меньше. Видите, в некоторых случаях сдвиг такой очевидный трендик. Но в какой ситуации шансов больше для сдвига по кислороду? В случае пара, который просачивается через пара или в случае водного потока, который идет по трещине и взаимодействует только со стенкой. А стенки эти к тому же еще все, если вы видели гейзеры, там все вокруг покрыто гейзеритом, да, который из этого же флюида и выпал уже. Поэтому они как бы в значительной мере уже защищены собственным выпавшим силикатным материалом из этого флюида. Сдвиг есть, но разве его можно сопоставить вот эти вот колебания, да, или вот это вот сдвиг, вот с этими сдвигами, да, по парам? Конечно, там должно быть, потому что ни вода, ни пар не идут по трубам. Они все просачиваются через породы. Но степень взаимодействия, вот это вот, этот тренд, степень взаимодействия водной фазы с породами отражают. То есть очевидно, что здесь у нас имеет место вот для для жидкой фазы вододоминирующая ситуация. Они практически не сдвигаются кислородам, ну, за исключением нескольких редких проб. Теперь от воды перейдем к магматическим системам. Вот это очень хороший... Вот тут несколько графиков я вам покажу. Очень хороший обзор Элера. Довольно уже старый, 2001 года. Хотя, мне кажется, совсем недавно свежая работа была. Это вообще, если я не ошибаюсь, это была диссертационная работа Элера. Вот он помимо собственных изотопных анализов кислорода большого количества с помощью лазерного фторирования, помимо сделанных анализов, он еще собрал много литературных данных, экспериментальных данных по фракционированию. И вот этот график, и помните, тот график, где была обратная температура, квадрат обратной температуры, да, абсолютной, где были прямые линии, выходящие все пучком из одной точки, это тоже его обобщение Элера. Вот. Но здесь, значит, показано, что фракционирование относительно алюмина, разных минералов, в зависимости от температуры. Причем тут он, температура уже линейная шкала и градусов Цельсия. Вот. Нам удобно видеть, что вот при магматических температурах, и минерал-то многие из такого мантийного парогенезика, ну, хотя кварц, альбитов тоже есть. Вот. Относительно оливина. Вот он оливин, это горизонтальная линия нулевая, да. Вот. И по сравнению с ним более тяжелым кислородом обладают, ну, вот, незначительно тяжелым гранат, анартит, еще чуть больше альбит, кварц, вода в равновесии с оливином, водная фаза, СО2. А более легким всякие минералы с повышенным содержанием окислов, ну, окислые минералы. Вот магнетит, шпинель, хромит. Ну, тут вот пунктируем теоретические линии какие-то показаны. Ну, а вот сплошными линиями экспериментально получены. Причем жирные участки – это тот диапазон, в котором проводился эксперимент. Тот температурный диапазон, в котором проводился эксперимент. Поэтому тут, ну, скажем, магнетит довольно надежно характеризован для этого диапазона, да. Вот, кварц, он в основном вот в более низкой температурной части относится. Хотя вот дальше уже посчитан его до 1400. Ну, и что мы видим? Мы видим с вами, что, скажем, при температурах, ну, вот если взять магматическую температуру, там, 1200 градусов. Анартид содержит кислород на единичку тяжелее, чем альбит, на 1 промилле. Более кислый плагиокласс будет, ну, еще более, чуть-чуть более тяжелый. Потому что вот анартид, вот альбит. Альбит еще более тяжелый. Ну, соответственно, все промежуточные плагиоклассы тоже будут находиться где-то между ними. Гранат очень близок по составу калиевина. Фракционирование очень мало, доли проник. Также чуть повыше клиноперакция, нортоперакция. В общем, основные минералы, вот, мантийного парогенезиса, мантийного, я имею ввиду, мантийных расплавок, мантийных происхождений, они при вот магматических температурах варьируют в относительно узком пределе. В узких пределах около одной промилле. Да? Равновесная разница. Конечно, если там будет длительное фракционирование, даже не по времени длительное, да, а по степени закристаллизованности расклада, если будет такое продвинутое фракционирование, релеевский процесс, то сдвиг по изотопному составу будет больше, конечно, чем вот просто одна промилла. Но это между минералами, да? А вот аналогичный график, опять-таки, относительно оливина, но уже для разных расплавов, расплавов разных составов. Ну, опять, я надеюсь, вы уже понимаете, что расплав кварца, да, он с оливином не напрямую в равновесии в эксперименте участвовал, а через промежуточные какие-то минералы, которые могут быть в равновесии с базальтовым расплавом. и, соответственно, с кислом. С чисто кварцевым. Ну и мы видим, что... Но здесь, значит, вот расплав пикритовый при температуре, ну, 1100-1200 градусов, он на полпромилле, может быть, будет тяжелее, чем оливин. Да? Дацитовый побольше, ну... Телитовый чуть побольше, да, дацитовый еще больше. Чем кислее, тем больше сдвиг по изотопному составу кислорода. Это равновесные условия, да? Равновесные. Это то, что называется термодинамический изотопный эффект. Эти все кривые, они находятся в полном соответствии с цифрами той задачи, которую я вам дал. Ну и теперь следующее упражнение для засыпающих мозгов. Вот давайте сначала посмотрим на левую картинку. Что такое гистограмма, вам знакомо? Да. Точно? Все знают? Кто не знает, что такое гистограмма? Ну, либо никто не знает, либо все знают. То есть собраны статистические данные по изотопному составу кислорода. Это либо стекла, либо очень свежие базальты. Срединно-океанических хребтов. Это океанические базальты. Это вообще самый мощный магматический источник на Земле. Суммарная длина срединных хребтов порядка 80 тысяч километров. Длина экватора в два раза меньше. 40 тысяч. И это область современного магматизма. Еще раз говорю, это самый мощный такой магматический источник. Во-первых, магматический этот источник. И во-вторых, это очень похожие... Ну, там деталями, может быть, эти ситуации различаются между собой. Но в целом это очень похожие условия по всей длине этих срединных хребтов. Там происходит подъем вещества мантии, плавление, образование базальтов, формирование вот этого базальтового слоя, который потом раздвигается от этих срединных хребтов, от океанического дна континента. И вот он собрал все изотопные данные. Значит, если изотопное отношение попадает вот в этот интервал от 7.0 до 7.1, он ставит здесь квадратик. Если попадается сюда много-много-много, соответственно, столбик растет. Вот сколько получилось измерений, такой высоты столбик в этом диапазоне и оказывается. Собственно, вот смысл гистограммы. Гистограмма показывает нам чистоту изотопных отношений. Ну, в данном случае изотопных отношений в каждом узком диапазоне вот этой шкалы. Ну, и мы видим с вами, что здесь есть часть столбиков беленьких, часть столбиков черненьких. Я вам сразу скажу, значит, беленькие 143 анализа. Вы, наверное, не все видите, да, что там написано. 143 анализа, которые он собрал из литературы, полученные обычным, классическим методом фторирования этих образцов. А черненькие – это полученные путем лазерного фторирования таких же точно образцов. Тех же самых базальтов, либо, значит, раскристаллизованных, либо преимущественно стекол, чтобы минимизировать возможные вторичные изменения этого материала, этого расплава. И что мы видим? Что мы видим? Разные результаты. Да, разные результаты в какой-то степени. Они, конечно, эти разные результаты… Они просто перекрываются. То есть вот белые столбики, они просто дают более широкий разброс и больше сдвинутый вправо, в тяжелую область, да? Просто вот черненькие столбики, они очень компактны. Они гораздо более компактны. Это связано с тем самым, про что я говорил, когда рассказывал про разные методики фторирования, да? Что в классическом методе надо было долго греть сам реактор, максимум температуры, которую там можно было поднять 600 градусов, и многие темноцветные минералы там не разлагались. Вообще были проблемы с разложением, да? С полнотой фторирования. А как только вы не полностью фторируете вещество частично, там сразу возникает фракционирование, уже вызванное самим процессом фторирования. При лазерном фторировании процесс гораздо более высокотемпературный, и его очень легко довести до конца всегда. При любом составе этих стекол, при любой крупности пудры и так далее. Там гораздо более высокая температура, и она распространяется, собственно, только на образец. Она не затрагивает сам прибор. Соответственно, меньше всяких факторов, приводящих к контоминации вещества. Вот, поэтому Эйлер очень так мягко, очень аккуратно сказал, что вот все вот эти данные, полученные старым обычным методом, мы, конечно, дальше рассматривать не будем. Здесь очень велика вероятность искажений. Они неплохо, в принципе, но что, тут меньше провели вариации. Вот, но если в целом брать основную долю этих вот белых столбиков, тоже узкие вариации. Тоже это было давно известно, что вариации довольно узкие. Но при более современном методе анализа выяснилось, что они, оказывается, еще более узкие. Еще более узкие. Вот. И мы можем даже прогнозировать, что если будет еще более какой-нибудь чувствительный, более продвинутый метод, там, или измерение изотопного состава кислорода, скажем, ин ситу, может быть, они окажутся еще в более узком диапазоне, да, кто его знает. Маловероятно. Сейчас он с вами увидит почему-то. И поэтому дальше, ну, во-первых, он установил, что вот где-то в среднем 5,5-5,6 это изотопный состав кислорода мантийного материала, мантийных растворов. А дальше теперь давайте посмотрим на эти графики. Вот только для данных, полученных в азерном фторировании, он эти результаты сопоставил, вот дельта О18 стекла, да, он их сопоставил, скажем, с содержанием калия в этом стекле. Разными значками здесь показаны образцы из разных океанов. Тихий, Атлантический, Индийский, да, вот черные точки Тихий океан, белые кружочки тоже Атлантический, белые квадратики Индийский океан. Но смысла нет тут пытаться увидеть какие-то различия, они образуют единый тракш. Ну, первое, что я уже сказал, поскольку это, ну, абсолютно разные параметры. Содержание калия, да, или отношение калия к воде, или отношение калия к титану, и изотопный состав кислорода этих стек. Абсолютно разные параметры. Поэтому маловероятно, что повышение точности здесь сузит этот диапазон вариаций. Видимо, он достаточно точно уже получает изотопные отношения. Потому что, ну, за счет случайных ошибок тренд не создашь. Тренд можно испортить за счет аналитических ошибок, природный тренд. А создать его за счет аналитических ошибок нельзя. Когда у нас абсолютно разные способы измерения содержания калия и изотопного отношения кислорода. Это значит, что оба метода анализа хороши, раз они дают нам какой-то тренд. Тренд явно природный. Ну, давайте... Да. И на этой, значит, основе Эйлер выдвинул такую гипотезу. Может быть, она у меня тут даже... А. На этом основании Эйлер выдвинул такую гипотезу, что... Это и есть результат смешения. Кислорода... 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 Да, вот, собственно, в процессе субдукция. Куда уходит... Как его называют? Слэм. Погружается. И, помимо магматических пород, туда, естественно, захватывает и значительную часть... Эти породы значительной частью уже могут быть предморфизованы. Как-то там, провзаимодействовать и с океанической водой. И, может быть, захватить частично осадки с более тяжелым кислородом. А в них запросто может оказаться и повышенный калий, да? В общем, в породах коры калия больше, конечно, чем в мальте. И изотопные отношения кислорода вполне тоже могут быть более тяжелыми. Поэтому он сказал, вот это вот... С этой стороны у нас находится контаминант этот коры. А вот это вот состав первичного мантийного материала. Очень красивая гипотина, да? Логично. Но я вас спрошу, а есть альтернатива такая? Может быть, можно здесь предложить какой-нибудь альтернативный вариант объяснения этих зависимостей? Давайте пофантазируем. Ну да, пофантазируем умеренно, в пределах разумных, да? Чтобы не будем, что это с Марса упало. А у вас это свежие были? Стекла. Стекла. Стекла это всегда свежие. Нет, я с вами просто не знаю. Может быть, это некоторое трансционирование атомов, или затоков с самой мантией? У нас же есть конвекционные ячейки, но в целом, если есть разница в температуре, то должна быть разница по фракционированию. Да, это почти что с Марса. Да. Какие ячейки? Вы имеете в виду вот эти вот конвекционные ячейки в мантии, да? Да. Понимаете, когда мы говорим про фракционирование между фазами, да? Это либо вот из расплава образовался кристалл, это все диффузионные процессы, да? Перемещение атомов и рост кристаллов. Либо кристалл, скажем, ранее может быть существовал, но он с этой фазой расплава или с соседним кристаллом, с соседним минералом опять обменивается кислородом. Это опять диффузионные процессы. Диффузионные процессы на расстоянии больше нескольких метров не действуют. Может это связано с фазовым переходом? Вполне возможно, но только надо чуть больше сказать, чем как-то связано с фазовым переходом. С каким фазовым переходом? О. В областях сок планшо не совсем одноразположение нормативно. То есть, в церкви есть, в церкви есть характеристики. И? И в основном, в отличие есть какой-то состав. Ну, вот, понимаете, я когда такие вот вопросы задаю, такие вот загадки вам задаю, я обычно имею в виду, что надо будет подумать над тем материалом, который я вам рассказывал, а не над тем, что, ну, за исключением каких-то очевидных вопросов, типа того, что такое серединные хребты, да, это, наверное, вы и так знаете. Вот, а когда речь идет о каких-то вот таких изотопных эффектах, то, в общем, я опираюсь на тот материал, который я вам рассказывал непосредственно сейчас, может быть, на предыдущих лекциях, но я уверен, что вы его знаете, что я вам его доводил. Вот, а когда вы говорите про какие-то там процессы, про которые я не знаю, и вы, наверное, не знаете. Давайте попробуем подумать над этим вопросом, вот, имея в виду последние несколько графиков, которые мы с вами рассмотрели. Во всяком случае, сегодняшний материал, материал сегодняшний лекция. Может быть, он из-за пара доминирующий приходит, вода доминирующая? Где же там вода доминирующая? Если это закаленное стекло, где же там будут вододоминирующие условия? Води-то больше воды, чем... Закаленное стекло с водой не реагирует. Как только вода попадает в систему, там сразу всякие вторичные минералы пошли и так далее. А, так подожди, даже выделяется флюид, выделяется при кристаллизации массива. Ну, например... Ну, что тут флюид? Сейчас тут флюид. Базальт. Базальт. Вы же понимаете? Базальт, он, во всяком случае, вот, телеитовый базальт. Это всегда водонедосыщенный. В них собственной флюидной фазы нет. Про флюид тут мы забыли. Здесь максимум, что есть. Это расплав, который кристаллизуется, ну, и там образуются какие-нибудь минералы в крапленников первичные, да, вот, что... Потому что основная масса тут стекло. Тут даже, туда же не кристаллизуется вот эта мелкозерность, основная масса не успевает образовываться, да? Может быть, как раз есть проксодирование минералов в крапленников и стекло? Может быть. Я же спрашиваю, у вас есть объяснение? А вы мне вопросом на вопрос отвечаете. Просто ведь на самом деле функционируемый стекло, может быть, как между, ну, минералом, может быть, по отношению к будущему стекло, недосыкло. Ну, это называется расплав будущий стекло. Стекло называется расплав. Так. Вот. Они в какое-то время находятся в своем месте, а потом в курсе, а когда уже даже на коммунистике. Ну, это как-нибудь согласуется с тем, что мы с вами рассматривали, так что? Да, это взаимодействие расплава с веществом твердым, как с породой. Так. Ну, что с породой? Минералы в крапленнике, да? Образуются в крапленнике, да? Между расплавом и крапленниками может быть свое какое-то равновесие, да? Свой изотопный сдвиг. Термодинамический изотопный эффект. Но вопрос. Он как-нибудь может создать эту корреляцию? Вопрос в этом? От степени кристаллизации всего расплава может... У нас изменяются термодетические параметры расплава и минералы в крапленнике. Соответственно, может создаваться термин. Что-что? Ну, у нас вещество кристаллизуется, что-то уходит из расплава. Так. Значит, оно изменяется... Как называется этот процесс? Фракционная кристаллизация. Даже так, более, может быть, конкретно. Да. Да, фракционная кристаллизация. И что в результате фракционной кристаллизации должно происходить? Изменение состава расхода. Да нет, у нас как раз получается, что можно фракционировать кислород, он зафракционирует между расплавом и минеральным. А минеральная фаза, кстати, в фракционной кристаллизации изменяется. На пальцах я уже это понял. Я спрашиваю, сдвиг-то в ту сторону. А может, он в другую сторону должен происходить? Калий же накапливается в расплаве. И калий, да. Вот давайте мы сейчас разберем, а может ли быть прямая корреляция между содержанием калия, накоплением калия и изменением изотопного состава кислорода? Я говорю, может быть, там кислород в другую сторону должен сдвигаться? Вообще. Ну нет, правильно. Более тяжелый кислород остается в расплаве. Так, потому что кинетические эффекты должны, по идее, играть. Отошли на один график всего. На один график. Рефекционная кристаллизация и состав расплава более кислый получается. У нас тут нет СО2 на графике. У нас на графике калий и дельтау-18. Кислый – это не всегда тяжелый. Кислый. Да, понятно. Наверное. Принятно. Если не квас кристаллизуется, то будет кислый, да. Да, здесь как раз оливин получается, что оливин будет более... Ну, у нас... Мы можем посмотреть, как раз на графике к сапальке. Если оливин удаляется из расплава, куда будет сдвигаться... По кислому стиле. Создав расплава, он будет все более и более тяжел. Теперь разница в изотокном составе оливина и равновесного расплава, да, вот при... Ну, вот, элитово, допустим, да. Ну, порядка, тут в зависимости от температуры, конечно, но порядка одной промилле. То есть различие-то небольшие. Различие-то небольшие. Поэтому, если, скажем, тренд, вот этот вот, который на следующей картинке показывают... Если он, допустим, занимает диапазон 2, 3, там 4, 5 промилле... Этой разницы уже не объяснишь. Вот этим фракционированием уже не объяснишь эту корреляцию. А какой там размах? Ну, там 8 промилле. Ну, 8, 6 промилле. Ой, 0, 6. Ну, там 10. Ну, там не больше 8, и 0, 8 промилле. Ну, вот где-то действительно между 5 и 4... 5 и 8 это вообще уже... Ну, туда некоторые вот есть близко 5 и 8. То есть это где-то 4,5 промилле. То есть вообще говоря, диапазон вот этого вот, размаха, он сопоставим с величиной термодинамического изотопного эффекта. Значит, удаление оливина будет приводить к накоплению калия в расплаве, да, помимо всяких прочих несовместимых элементов. И к повышению, утяжелению изотопного состава кислорода, раствора. Так что, в принципе, эффект ровно такой же был. Ну, и чего? Какой ответ тогда? Что, в общем, нам для этого не нужно коровое вещество. Ну, не нужно, да. Тут, в общем, когда вы говорите «не нужно», это в какой-то мере отражает уже предпочтение, да, человека, который занялся интерпретацией. Тут лучше говорить не так. Как должен сказать осторожный исследователь? Анализировав разные варианты, сопоставив их между собой, как он должен сказать? Здесь есть альтернативная гипотеза. Что обе эти гипотезы имеют право на существование, да? Вот этих данных недостаточно, чтобы выбрать одну или другую. А мы можем объяснить такое небольшое различие в контаминации осадочного кислорода? Можем. Эта первая гипотеза, которую выдвинул Эйлер, она точно так же здесь подходит. Но он выдвинул одну, рассмотрел одну и вообще не касался другой. А мы с вами рассмотрели обе. И сказали, что, а вот если бы был этот тренд в 3-4 раза больше, ну все, он бы тогда, крест бы на гипотезе фракционирования расплава в замкнутых условиях, да, и накопления калия и вот тяжелого кислорода в расплаве за счет фракционной кристаллизации. Тогда бы это не проходило. А когда такой маленький диапазон, то, в принципе, и тот механизм возможен, и другой. Ну и тут вот уже более такой строгий расчет, что вот 30-ти процентная фракционная кристаллизация при вот таком парогенезисе, когда тут много разных минералов, в диапазоне температуры от 90 до 1200 приводит к сдвигу 0,3-0,2 промилла. То есть, в общем, сопоставимый диапазон для большей части вот этого тренда. Сопоставимый диапазон. Поэтому не все так однозначно с этой интерпретацией. Я не говорю, что первая гипотеза, допустим, неверна, а вторая верна. Я еще раз повторяю, что они обе имеют право на существование, потому что обе, при имеющемся материале, обе равноценны. Ни одна из них не может быть отвергнута. Ну и главная ценность второй гипотезы, что мы на ней немножко размяли маски. Это тоже очень полезно. Ну вот давайте теперь к гранитам обратимся. Есть такой редкоментальный гранит Орловка с байками. И мы там не раз еще к нему обратимся, когда будем в виде струксовую систему изучать самая неодиумовая, по-моему. Но вот сейчас про кислород поговорим. Редкоментальные граниты это довольно низкотемпературные, сильно дифференцированные расплавы. Их образуют, порождают эти редкоментальные граниты. Вот. Они у многих этих... Они обогащены фтором, водой. Ну и, исходя из названия, они обогащены редкими металлами. Вот. В частности, во многих из них довольно много щелочей, лития. что суммарно приводит к значительному понижению температуры эфтектики, температуры кристаллизации по сравнению с обычными гранитами. Если у обычных, там, эфтектика где-нибудь за 600 градусов, 670, может, выше, в зависимости от вариации состава, то у редкоментальных гранитов она иногда бывает и ниже 600 градусов. И там часто на этих объектах очень трудно уловить вот этот переход от магматической стадии к гидротермальной, поскольку очень много флюиды накапливается к концу в расславе. Вот. И этот уже магматический флюид образует собственную фазу и тут же начинаются авто- метсоматические изменения. Вот. Ну и задача, которая вот перед нами стояла, когда мы гранит изучали, определить, во-первых, степень равновесности минералов между собой по кислороду. Вот. И, во-вторых, степень замкнутости системы, насколько там вот этот флюид магматических способствует. Поэтому взяли один образец этого редкоментального мусковитового гранита. Выделили квадс, выделили мусковит и выделили два пыревых шпата. Там обычный микроклин и альбит. Кислый, например, здесь построен такой график от теоретической температуры изменения изотопного состава. Каким был бы изотопный состав вот этих фаз, если вот черная линия это валовый состав, фиксирован один с промилл. здесь. Каким был бы изотопный состав разных вот этих минералов, если бы система была замкнута. Ну и так вот подвинули состав, а это экспериментально полученные данные, так подвинули составы значит, кварца и мусковита, чтобы они примерно лежали вблизи своих теоретических линий. они оказались что это если они в равновесии, то при 400 градусах. Вот. Линия, теоретическая линия болевых шпатов, вот она. И что? И вот мы построили такой график и какой какой вывод мы из этого можем сделать. Почему? Полевые шпаты не находятся там, где им положено между кварцем и мусковитом. Да. Совершенно точно. Причем, вы знаете, я вам пока этого не говорил, но вот сейчас скажу, что полевые шпаты это минерал, который обменивает свой кислород с окружающей средой легче всего, легче будет. Гораздо более устойчив мусковит и гораздо более устойчив к кварц. Полевые шпаты, вот как только в них появляются какие-нибудь там эффекты пилитизации, то, что под микроскопом чуть-чуть видно, покраснение, когда окисляется железо, входящее в структуру полевого шпата. Все, их изотопный состав кислорода, как правило, уже улетает. То есть, они очень легко нарушаются. Поэтому, да, они нарушены, это очевидно, их изотопный состав явно совершенно сдвинут, причем сдвинут вниз, да, что там, какие воды могли, скорее всего, повлиять на них. Да, там находятся метеорные. Тут, конечно, еще большой вопрос к температуре равновесия, да, но в целом, внизу у нас, там дальше, ниже, гораздо находятся метеорные воды, и весьма вероятно, что они повлияли на состав полевых шпатов. Тем более, что, конечно же, полевой шпат, когда мы понимаем, что эта порода магматическая, да, когда они выглядят как магматическая порода, может быть, с какими-то минимальными следами пилитизации, то мы с вами понимаем, что полного равновесия с флюидной фазой они не достигли, иначе это не были бы полевые шпаты. Гранита, да, мы бы тогда сказали, это измененная порода, тут что-то на месте полевых шпатов, там, рыхлое такое, да, что-то ссыкется. Вот. А здесь мы все-таки называем этот минерал полевым шпатом. Просто он изменен. Да. Его кислород отчетливый изменился. Ну, а кварц с пусковитом? Они обогатились наоборот. Они поднялись на свои... Что? Они поднялись на свои равновесные значения, означает, они где-то... Не, ну, что значит поднялись? Кварц почти лежит, но сомнительный можно отклонить. Сдвинь их туда, чуть подальше там. Кварц лягут уже на свои линии. На 400 градусов. Для гранита? Но 400 градусов для гранита, да? Ну, это ни в какие ворот не лечит. Я вот это примерно и хотел от вас услышать. То есть, вообще говоря, все минералы не отражают магматический процесс, ни в коей мере. Сильнее всего, очевиднее всего, полевой шпат, но и кварц с мусковитом тоже, ну, между ними явно нет магматического равновесия, не сохранилось. Потому что, все-таки, ну, они должны были бы где-нибудь поуже быть, тогда мы могли бы там поспекулировать, что, наверное, это отражает температуру магматизма. А так, конечно, они, к сожалению, изменены и ничего для них не скажешь. Они ничего не скажешь. Но, по крайней мере, все-таки полевой шпат нам дает намек на то, что даже в этой ситуации, где собственной флюидной фазы немало, в граните собственной флюидной фазы было немало к концу его кристаллизации, в граните, в смысле расплава, все равно сдвиг очевидный вниз, который, в общем, нам указывает на участие метеорных вод. То есть, система все правильно не замкнута. Вот очень полезный способ представления данных, когда мы с вами имеем возможность проанализировать больше одного минерала, больше одной фазы каких-нибудь пород. Вот как в этом случае. Здесь сравниваются изотопные отношения кислорода в плагиоклазе и оливине в вулканитах Центральной Америки. Это, по сути дела, островодужная обстановка, ну, такой, островной дуги, находящейся на континентальном, на континентальном фундаменте вот в Центральной Америке. и они, видите, ну, с некоторым разбросом все эти точки лежат все-таки вдоль какой-то полосы наклонной, да, она тут вот специально так заштрихована по ма, показана. И параллельно ей, это я уже вам провел, дельта большое равное нулю. Ну-ка, давайте подумаем теперь, что означает вот эта полоса и что означает вот эта полоса дельта большое равное нулю. Давайте с нее, с полосы, с этой дельты, дельта большое равное нулю. Дельта большое равное нулю При каких условиях бывает? Если мы все-таки предполагаем, что между минералом равновесие Что такое? Что означает? Дельта большое, равное нулю Это разница И что? Дельта правильная разница, поэтому 5,2 минус 5,2 равно Конечно, да, 5,2 минус 5,2 равно нулю Конечно, она тут так и проведена Так что это означает для кислорода? У них разное отношение в одной фазе и в одной фазе Ну, я бы сказал, это тоже очевидный переход, да, очевидный вывод Что дельта большое, равное нулю Это значит, что дельта 18 плагиоклаза в точности равно дельта 18 оливина Если бы точки лежали здесь А что бы это означало для геохимии и затопов? Что нет фракционирования метаплогиоклаза в алюминии В каком случае это может быть? Да Одновременно тут ни при чем Извините, это не геохронология пока Когда у нас дельта большая, равно нулю Кто там на галерке уже знает, но стесняется сказать? При высоких температурах Но это масло масляное, это то же самое мы и говорим Да 5,2 равно 5,2 Тогда дельта равно нулю Да, вот повторяем третий или четвертый раз Когда F равняется 0, тактично? Нет Не есть? F тут абсолютно ни при чем Сейчас скажу А нулю при высокой температуре? Насколько высокой температуре? Ну что, при что медленной фракционировке? При бесконечно высокой температуре Дельта большое равно нулю И слава богу, что здесь точек нет, да? Что температура не бесконечно высока А то, что они лежат вдоль этого тренда Эта полоса как раз отвечает диапазон температур 1200-1300 градусов Тут, конечно, есть свои колебания Но в целом они лежат вдоль тренда 1200-1300 градусов Это температура, при которой эти минералы были в равновесии между собой Вот, собственно, еще одна очередная задача геохимии изотопов решена С помощью кислорода Определена температура равновесия минералов Ну и поскольку это все процессы-то быстрые То есть, по-видимому, это температура закрытия системы Температура кристаллизации, излияния этих вулканей По крайней мере, близко По центральной администрации вулканитов Сопоставлено изотопное отношение кислорода в геохлазе, алюминия И мы с вами выяснили, что вот эта вот Линия равных значений, где дельта большое равно нулю Она, ну, теоретически отвечает бесконечно высокой температурой А вот эта полоса, как мы здесь и написали Отвечает диапазон 1200-1300 градусов Вполне такой Правдоподобный, вполне правдоподобный оцент Температура формирования этих расплавов И, собственно, формирование вкратных Ну и заодно для нас полезное, когда Есть возможность провести изотопный анализ разных минералов Разных фаз Может быть, иногда основная масса И стекловатая какая-нибудь фаза И минерал Это тоже полезно проводить и методические составляющие Потому что, вы видите, и оливин здесь варьирует по изотопному отношению И пультиокласс варьирует по изотопному отношению Если бы вы просто смотрели на табличку с данными Вы бы вот этого тренда, я вас умею, не заметил Невозможно, опять-таки, глядеть глазами, которого перед вами только цифры Таблица с цифрами То есть, вот очень важная составная часть работы исследователя Это сообразить, какой график нужно построить в данный момент Чтобы увидеть нечто закономерное А от того закономерности вам дальше легче писать, разбираться Что за явление и вообще с чем оно связано Ну, в данном случае, несмотря на вариации изотопных отношений Небольшие вариации изотопных отношений кислорода В минералах, вероятно, и в самих образцах отдельно взятых Наблюдается реляция между ними, которая, скорее всего, условлена чисто температурным эффектом А вариации, конечно, с температурой вряд ли связаны Они, это скорее, как я думаю, либо неполная демонтилизация изотопного состава кислорода этих расплавов В них могут быть в таких пределах, довольно небольших, просто гетерогенные источники этих расплавов Слегка варьирующие изотопные отношения Либо, поскольку вот пониженные, вот в этой части, пониженные изотопные отношения в мельвине, в диапазе Может быть, на эти расплавы при высоких температурах Повлияла та же самая метеорная вода, у которой пониженные изотопные отношения кислородам Но это уже другое явление Еще раз говорю, главное, что здесь полезно Для того, обнаружения таких закономерностей Вот довольно интересная, такая немножко головоломная Задачка Значит, исследователи, опять-таки, все-таки из той же работы Эйля, но он тоже заимствовал эти данные из других работ Результат исследования исландских плаканин Исландия, как вы помните, это большой остров в Атлантике, на северной Атлантике Это, в принципе, это подъем срединного хребта Это вышедшее на поверхность океаническое дно Зона Спрейдинг И вот они, но здесь, в отличие от глубинных условий Вот на этих вот островах, особенно на крупных островах Широко развиты и кислые породы Что редко бывает Или в небольшой доль В небольшой мере Представлено, действительно, вот в срединных хребтах Там, где глубина 4-5 километров И вот Здесь показан изотопный состав кислорода В породах в целом, да, вот в Атлантике В зависимости от содержания магниона Мы с вами уже, люди опытные, да, пятый курс Мы понимаем, что там, где высокие содержания магниона Это породы какие, скорее всего, основные или кислые? Основные Конечно, основные То есть, вот здесь, скорее всего, базарты А всякая кислятина, там, до андезитов, гидоцитов Это вот образцы с низкими содержаниями магниона И вот мы видим, что здесь наблюдается прямая корреляция Прямая корреляция Между изотопным составом кислорода Содержанием магниона Ну и поедем ему обратно тогда с СО2 Поскольку мы знаем, как магнион с СО2 Крыли Что здесь удивительного? Что здесь удивительного в этой картинке? Как вы сами посмотрите на нее внимательно? На данном смысле, что Личные аферические бодатели Да, во-первых, глаза свои сразу увидели, что вот Ну и то, что мы видим на предыдущей картинке, да? Что типичное изотопное отношение кислорода для органических базарков Это где-то 5,6 Но тут показано примерно так В линии проведена, ну, до 5,5 Приблизительно, поскольку все точки значительно ниже Как бы это можно было объяснить? Давайте подумаем Ну, извержение происходит, наверное, в условиях Исландии Воздушную фазу Когда она загарится из плита, она очень загарится в углу А в воде Ну, вода, наверное, может включать И салатинку И, наверное, более того, важно, что Вода может впадать до излучения Больше в количестве, чем, например, салатинку И давление там тоже будет Про давление там будет, ладно? Что-то у меня каждый раз давление подсылает Я вам говорю, что давление практически не влияет на салатинку Там таких давлений должно быть чудовищных, чтобы эффект какой-то был Ну и что? Я не понял пока Вода, воздух И что? Ну, если ты, хотя бы на плите, вероятность будет друшать породу Чем больше надо дружать Ну, чем больше речь на салатинку Больше в этом салатинку Фантастик Фантастик Расплав изливается Нет, понимаете, если бы Вот, если это дрызь измененной породы Я вам скажу Речь идет о вулканистике Да? Не по Каких-то упорах в ветви Да? Где действительно, может быть, глубоко Зашла реакция между Грунтовыми водами И тем, что раньше себя представляли Исходные породы Да? И у нас, по сути дела, почва Нет, это не почва Это вулканист Вот так же, как мы На предыдущих картинках с вами Я вам говорил, что это стекла То есть совершенно свежая порода Вот если бы это были почвы Я бы вам сказал, что это не доцинты и базальты А это почвы Ботоциты и базальты Значит, тут базальты Тут Тут Тоциты и Иолиты Ну, вы знаете, там же не только Светы на океанических Филе Там еще и верующие Плочек Да, ну Ну, поэтому, собственно, она и поднялась Над поверхностью океанического Луна Конечно, да Как это нам поможет объяснить Вот эти изотопные данные Ну, или наоборот Как нам изотопные данные Помогут понять Происхождение Типа У нас же типичный админический вода Как я понимаю, типичный Обрабатывается водой Ну, когда они приходят сокры А это палия вода А когда у нас происходит извержение У нас нет обработки вода Если мы не термористы Породы и вода Окей, в связи с вами Если это горячая точка То состав воды Ну, хотя очень мало Смой Магнит Но состав изотопника Должно быть совершенно немного Чем состав воды Почему? Мне кажется наоборот Ну, в Итландии Прежде чем извергнуться Вообще порода Она проходит через Ну, кору Которая там создалась Как-то Ну, в смысле Через что она проходит? Ну, через кору Которая создалась Формирует Сам этот Кора уже там присутствует Причем, конечно, не такая Как в серединных хребтах На глубине Ну, если В серединных хребтах Там просто поднятие Относительно простое Вот этих вот Поров То В этой корее Я думаю Там сложная Система из камер Где Там Там Больше элемент Фракционирования Больше элементов Контоминации И так далее Вот поэтому Собственно Так не похоже По Тяжелому кислороду Картина Ребят Вот Что надо было На что Наверное Полезно Обратить внимание Я же вам сказал Что В отличии Лешки У тебя Я вот Может быть Продолжим мысль Но получается Что более кислые породы Получились В результате Контоминации Коровым Веществом Ну то есть Если Ультра основные Более основные Породы Они скорее всего Не взаимодействовали Или мало взаимодействовали Нет Тут ультра основных нет Основные Основные Мало взаимодействовали С корой Поэтому их Затопный состав Будет ближе К Типичным Океаническим А Более кислые Они Провзаимодействовали С корой А что значит Провзаимодействовали С корой Значит Они образовались Где то под корой А потом сквозь нее Проходили Подумайте Ребят Я же сказал В обычных Вот Вне Вот таких Поднятий Да Срединых Хребтах Образуется Базальты В результате плавления Ультробазитового источника Да И доля кислого материала Там ничтожна А здесь Откуда он взялся Это кислый материал Это что Результат плавления Ультробазитов Нет Ультробазитов Это Парциалин Коговы Что Ну Да Это Кого Для Влечения И Смешения Вам А Вот когда в серединных хребтах вот такой мощности кислые прожилки образуются, вот там можно фантазироваться насчет фракционной кристаллизации, и когда из относительно большого объема базальтной магмы может сформироваться чуть-чуть средняя или даже кисть. Кислые породы, причем в больших количествах, они образуются, они отходируются. Что должно поплавиться, чтобы получилась кислая магма? Кара, но континентальной там нет. Кара. Вот базитовая кара, в результате плавления, она может дать расклад среднего и даже кислого сосла. Ультрабазитовая, не могла. Значит, кара будет сделанной водой, и принесет более тяжелый затоп. Ну, я бы сказал моему лёгкой, а? Да, лёгкой. Уже вот здесь лёгкой, кислородой здесь тяжелой. А почему он зайка коров? Ух... 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 Да, в общем, здесь, конечно, идея именно такая. И у авторов этой работы тоже она была такая, что сначала сформировалась базитовая кара. Да? И на глубине, в условиях метаморфизма, там же происходит такое наслоение. Базиты новые извергаются, они покрывают то, что образовалось раньше. Это в какой-то мере погружается на большую глубину. Или наоборот, это постепенно растёт в постройках, но всё равно ранее образовавшиеся базитовые расплавы, они оказываются где-то под новыми наслоениями. Там происходит метаморфизм при участии либо морской, либо метеорной кары. Скорее всего, даже метеор. И вот кислые вылазки из этой изменённой кары, изменённой базитовой кары, они дают такие экзотические и затопные отношения кислорода в районе двух промилей. И дальше смешение расплавов кислых с расплавами основными, они дают вот здесь промежуточные значения, где там андезиты, доциты с промежуточными затопными отношениями. Потому что так вот выдержать пропорции преобразования вещества, может быть вообще природа, она подсовывает иногда, просто не разгадает. Но скорее всего это смешение двух компонентов. Основного, это свежие метаморфизм, поступившие от славы из ультрапазитового источника. И более кислого расплава, который есть продукт плавления изменённой океанической кары, ну загадка здесь остаётся только в том, что, вообще говоря, первичные расплавы, расплавы, тритовые расплавы, да, они имеют синержальные магниовые, ну типичные такие, да, от 7 до 9 процентов. 8 плюс минус 1, да, это принимается как первичные, не фракционированные, да, не... Да потому что, скажем, за счёт этих кумулятивных процессов, магнион может накапливаться, да, накапливается оливин, повышается магнион. Вот, за счёт процесса фракционирования, удаления оливина, магнион может понижаться. А вот первичные расплавы, не испытавшие ни фракционирования, ни накопления, крабли, да, они близки, вот, к 8 процентам. Так вот, в этих расплавах, да и то 18 всё равно понятны. И это приводит нас к такому предположению, что гидродермальные процессы, при участии то ли морской воды, то ли метеорной воды, вот в районе Сландии, они проникают аж до магния глубины. Как это происходит, это, конечно, загадка. Но, как говорится, факт на лице. Ничего не сделаешь. И зато вот весь состав кислорода бывает совершенно однозначный. Тут где-то понижение, ну, на полторы примерно промилле под гидродом 18. Это, в общем, очень заметно. По сравнению с тем, что должно быть в приличных, неизменённых расплавах. А можно к этому вопросу? Можно. Если у нас гидрофагменты понимают, что температура поднимается, то есть это вода, это больше тысячи градусов. А почему он фракционирует? Что-что? Почему, когда он фракционирует кислород? То есть, например, достаточно высокая температура, то слабо будет. Видишь, это наше количество... Так здесь речь не о фракционировании, а о смешении с кислородом в пыль. Смешение, смешение при высокой температуре. Вот именно. Если бы температура была низкая, вот там бы мы говорили о том, что различия велики между флюидной фазой и породой, про всякие ретворододоминирующие условия говорили, да. А здесь к раскладу добавляется какое-то небольшое количество кислорода, ну, собственно, флюида, да, или, соответственно, кислорода, с аномальным для манки и затопным составом. Так что речь идет не о фракционировании, а именно о смешении. Ну, в общем, этот результат говорит о том, что в Исландии, помимо того, что это геохимическая аномалия крупнейшая, да, геофизическая аномалия, а тут еще и заботная аномалия. Ну, там и стронцы, и неодим, они тоже аномальны, но мы пока до этого с вами не дошли, ну вот, очень интересная такая обобщающая работа. В общем, довольно старая, да, с вашей точки зрения, 86-го года. Это вот в том сборнике, который я вам уже как-то вначале рекомендовал. И вот статья Тейлора, Фива Тейлора. Он собрал данные по изотопленному составу кислорода магматических пород западной части Северной Америки, западной части США. Это вот береговая линия, Тихий океан. Точи — это, соответственно, образцы отобранные из разных магматических хоров. Граниты, в основном, ну, то, что называется гранитой, или в англоязычной литературе гранитикросс. Это не в чистом виде граниты, это либо серии пород, дифференцированные серии. Они могут иногда начинаться по шам гавры, да? Гавры, диориты, грандиориты, граниты. Вот такие иногда бывают довольно длинные дифференцированные серии. Но вне зависимости от их состава, здесь поэтому они даже и не показывают разные значения, вне зависимости от их состава, тут есть некий общий сценарий. Я вот не знаю, видеть ли их или нет, но посмотри, чем ближе к берегу, тем изотопные отношения кислорода ближе к мантийным значениям. Вот изоления проведены, иногда они очень узко расположены, иногда пошире, но в целом законодательность такая. Вдоль береговой линии изотопные отношения низкие — пять с половиной, пять, пять с половиной, шесть, шесть с половиной, да, семь. А чем дальше, в глубь континента, тем изотопные отношения всё выше, выше и выше. Семь с половиной, восемь, десять, 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 десять с половиной, одиннадцать, одиннадцать с половиной, так да. Закономерное, хотя со своими, конечно, изгибами всякими аномалиями, но закономерное утяжеление изотопного состава кислорода от берега в глубь континента. Как бы это можно было раздерживать? Конечно. Опять, если бы это были выявленные породы, нам бы Тейлор сказал. Речь идёт о свежих магматических породах. Какие соображения? Вот с Исландией мы более-менее разобрали, да? В этой порековне, да, то есть там у нас есть зона спрейдинга. И причём у нас, если мы берём восточный, у нас, насколько я помню, много континентальных пореков. А это разные. А это что? Разные спрейдинга и экотинентальный риф. Они, наверное, не нравятся. Тяжёлые, которые сами нравятся. Ну, как бы ты ни был, зона спрейдинга – экотинентальный риф. Это зона активного магийного магматизма. Да, там у нас спрейдинга. Давайте, вот это, пожалуй, целый. Так. И? И там у нас, опять, получается такая же ситуация, где консентальный риф. У нас идёт обогащение. Такая же, как что? Я не понял. Ничего похожего. Где Исландия и где Калифорния? Вы что? Иландия и Калифорния. В Запад-Сошар. В Запад-Сошаре. В Запад-Сошаре. В Запад-Сошаре. В Запад-Сошаре. В Запад-Сошаре. Да. А только там, простите, у меня изменённые базиновые горы со своими изотопными отношениями. А здесь... Кислые горы? Кислые горы. Кислые горы. Кислые горы. Кислые, да. Континентальные горы. А из чего состоит континентальный горы? Из магматических и метаморфических, как правило, метаосадочных, осадочных порогов. А мы с вами даже уже рассматривали такую обобщающую картинку, где изотопные отношения кислорода для метаморфических, типичных, да, осадочных порогов были в диапазоне. Кислые горы. 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 Тут даже не пойдёшь, континенируют ли они, или они сами служат источником этих расплавов. Вот. Соответственно, вот ближе к краю картиненту преобладают источники мантийные, да, с изотопными отношениями кислорода, типичными для мантий. Пять с половиной, шесть, ну уже там шесть-семь, это уже с небольшим примесью континентального материала. А чем дальше в глубину континента мы уходим, тем больше доля вот этого древнего континентального вещества, с типичными для него изотопными отношениями кислорода. Десять, одиннадцать, двенадцать. Да. А, нет, видите, я забыл прочитать то, что сам здесь написал, что пустые кружки, это габа, да, тут их несколько штук есть, пустых кружков, их можно разглядеть, но они вот единичные. А в основном это гранитовые. Ну хорошо. Значит, мы так на есть таких примерах упражнялись, чтобы понять, как, в каких вообще задачах могут использоваться данные к произотопному составу кислорода. Теперь давайте двигаемся дальше. А теперь мы с вами вспомним, что у кислорода три изотопа. Мы, кстати, по-моему, их даже с вами не записали, да? Записали. Что у него шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый. И фракционируют изотопы, как мы с вами говорим, пропорционально разности массы. То есть изотопные отношения меняются пропорционально разности массы. А это значит, что отношения семнадцатого к шестнадцатому и восемнадцатого к шестнадцатому будут меняться пропорционально. Так. А это уже интересно. Это надо рассмотреть. Значит, когда у нас число изотопов больше дымов, как у кислорода, у ксеры, у рядом гитлити, то отношения вот таких причин в этот фактор минус единицы в семнадцатом к шестнадцатом и восемнадцатом к шестнадцатом. Или что то же самое. Отношения разности масс. Ну, вернее, не i, а пропорциональное отношение в разности масс. Семнадцатого кислорода минус шестнадцатого, восемнадцатого минус шестнадцатого. И в данном случае эта величина пропорционально, ну, а, не пропорционально, она близка к 0,5. Ну, поскольку точные массы, они не крупные значения имеют, то эта цифра, например, равна 0,5. И поскольку мы понимаем, что семнадцать минус шестнадцать, делитного семнадцать минус шестнадцать, это примерно одна вторая. И вот эта закономерность называется правило изотопных влиян. Она обнаружена была изначально экспериментально, ну, и совершенно легко и очевидно она была объяснена физикой явлений, физикой процесса фракционирования масс-зависимого фракционирования. И для кислорода, для масс-зависимого фракционирования кислорода, это вот отношение величин дельта восемнадцать на дельта восемнадцать, А вы уже понимаете, как дельта восемнадцать вычисляется? Так же точно, да? Аналогично дельта восемнадцать. Относительно стандарта масс-зависимого фракционирования. В точности, ну, это тоже, тут можно несколько еще знаков после заплаты добавить, вот примерно равно 0,52. Не 0,5, а 0,52. И если мы нарисуем график, я вам его рекомендую зарисовать, дельта восемнадцать от дельта восемнадцати, то все вариации изотопных отношений при масс-зависимом фракционировании, эта оговорка, она всегда важна, они будут укладываться на линию с наклоном каким? Ну и надо сказать, что для земных парад эта закономерность, она была очень быстро установлена, и по семнадцать практически перестали мерить в какой-то смысле. Сами значения отклонения в два раза меньше, распространенность семнадцатого изотопа невелика, мерить его круто, и поэтому для большинства наших земных геологических задач, геохимических задач, достаточно мерить перебитого синтеза. Поэтому в литературе семнадцатый изотоп почти нефимый. Почти, это не значит, что они не занимаются. Но тем не менее аномалии на семнадцатом кислороде существуют, известные, мы сейчас их с вами рассмотрим. Ну и прежде чем их рассматривать, мы зафиксируем с вами, что вот если есть какой-то образец, который не укладывается на эту линию массозависимого функционирования, то для него вычисляется такой параметр отклонения отношения квадриктов у семнадцатого. Вот таким вот образом. То есть проводится линия, ну если геометрически, да? Геометрически это выглядит так. Проводится линия параллельно линию массозависимого функционирования, и вот расстояние между этими линиями это и есть дельта большого семнадцать. Дельта большого по семнадцать. А вот эта геометрическая процедура, а вот геометрическая, выглядит вот так. Дельта по семнадцать большое, то есть дельта по семнадцать минус 0,52 дельта по восемнадцать. И вот если точки лежат на линии массозависимого функционирования, то это величина равна нулю. Поскольку дельта маленькая дельта восемнадцать, равна по определению 0,52 дельта по восемнадцать. Ну и мы с вами понимаем, что ни фракционирование массозависимого функционирования, ни смешение разных затопленных отношений, вот скажем, есть один компонент и второй тоже лежащий на этой линии земного функционирования, да, массозависимого функционирования. Если они смешиваются между собой, все продукты смешения должны будут лежать на этой линии. Отклониться у них шансов нет, тут какой-то другой процесс должен принимать участие, чтобы точно отклонить массозависимого функционирования. То есть функционирование должно быть не массозависимого функционирования. И это явление, оно было открыто при исследовании метеоритов. Вот такие два исследователя, Клик и Майера, Мужжин, Майера, по-моему, уже нет. Они обнаружили, ну это уже в общающей работе, вот, девяносто девятого года, а первые результаты были как бы не в семидесятых годах получены. И тогда они геохимиков поставили в тупик. В чем причина? Значит, вот здесь та же самая зависимость, которую мы перед этим нарисовали. Дельта 18 от дельта 18. Вот это линия с наклоном 0.5, проходящая через земные составы. Или детьми фракционирования, gleiche-tf, или линия земного фракционирования. Вот так. Она проведена с такой норь десяти, будем называть ее норьбями. И они обнаружили, что некоторые метеориты, особенно хондриты, Это все углистый хондрит. То, что когда в названии его группы присутствует буква С, это значит углистый хондрит. Эти разные группы металитов лежат вдоль линии с наклоном 1. Очень близкий к единице наклон этой линии. Что значит? Как получить? Давайте для начала мы не будем пытаться разобраться, что за процесс мы к этому привести. А хотя бы чисто физически. Что должно произойти с кислородом, чтобы изотопные данные лежали на линии с наклоном 1? Когда происходит масс-зависимое функционирование, меняются оба изотопных отношения, и 17 к 16, и 18 к 16. Точки лежат на линии с наклоном 0,5. Получается масс-зависимое функционирование. Что, Маш? Громче. Кинетические факторы функционирования. Конечно, нет. Потому что все процессы масс-зависимого функционирования, они все, что генетический изотопный эффект, что термодинамический изотопный эффект, это масс-зависимый процесс. Мы там записывали, что генетически он зависит от разности скоростей реакции. И они все дают, я же сказал, все земные образцы лежат на линии с наклоном 0,5. А на Земле встречаются оба люди. Что-то тут не то. Что должно происходить с изотопными отношениями, чтобы точки лежали на линии с единичным наклоном? Что должно варьировать в этом местном? Кто хотел что-то сказать, Леша? Нет? Ну, давайте напряжем мышцы мозга. Значит, если в изотопном составе кислорода у нас меняется только содержание семнадцатого. По какой-то причине, ядерный, неядерный, какую угодно. Там просто мы специально добавляем, из совочки засыпаем. Меняется только содержание семнадцатого кислорода. Как будут точки на этом графике расположены? Если соотношение шестнадцатого по семнадцатому фиксировано, а семнадцатый по какой-то причине меняется? Как будут расположены точки? По прямой. Тут все по прямой. Как эта прямая называется? Вертикат. Вертикат. Будет меняться для этого семнадцатая, ну или отношение по семнадцатому по шестнадцатому. А шестнадцатый по семнадцатому мы сказали зафиксировано. Ура! Если меняется только в содержании восемнадцатого. В горизонтальном. Опять прямой, да? Но теперь в горизонтальном. Правильно. Отношение семнадцатого шестнадцатого не фиксировано. То, значит, как получить линию с единичным наклономом? Они изменяются одинаково. Добавлять строго одинаковое количество шестнадцатого и семнадцатого? Ну да. Семнадцатого и семнадцатого, конечно. Это что же такое хитрый процесс? Какой колдун будет там маленький гномик сидеть и посыпать по счету нужное количество изотопов? Я не прошу сразу предлагать физические явления, отвечающие за эти вариации. Хотя бы вот просто какой затоп мог это обеспечить? Шестнадцатый. Ну-ка, вот разве эту мысль надо? Если, допустим, изменилась содержание шестнадцатого кислорода на одну промилю, количество шестнадцатого кислорода в каком-то образце, в каком-то виществе изменилось на одну промилю. Как изменится отношение 17-го к шестнадцатого и 18-го к шестнадцатого? На сколько? На одну тоже. А? А если они оба изменились на одинаковую величину, значит спектр будет по линии, по прямой, по линии с единичным наклоном. Правильно. Вот самое главное для своих видов, что такой процесс, такие вариации могли быть обеспечены изменением 16-го кислорода. Измерением содержания 16-го кислорода при фиксированном количестве, или при фиксированном соотношении 17-го и 18-го. Уже легче. Значит, мы уже понимаем, что это должно было быть какое-то явление, которое влияло на 16-ый завтрак. Какой-то да, какой-то процесс снимать зависимого функционирования, или чего-то еще. Там были построены разные, были выдвинуты несколько гипотез. Причем вот в первых работах, при этом он просто опубликовал это, так, в общих чертах предположение выглядело, что бы это могло быть. И, поначалу, исследователь, особенно вот такой вот оптимизированный исследователь, он предположил, что это результат ядерных что это мог быть впрыск 16-го изотопа из той же самой сверхновой, которая запустила формирование Солнечной системы. Ведь все эти хондрики формировались в самых-самых ранних процессах. Сейчас мы эти гипотезы про детальное рассмотрим. Единственное, я бы хотел сначала показать более подробную картинку, значит, где, значит, вот, опять-таки, это линия земного фракционирования, ну, вот ТЭФ или ТЭФ, ТРЕСТРЕЛ ФРАКСАНЕЙЧНО ЛАЙН, да, вот эта аббликатура, которая может вам встретиться, поэтому мы не спешите оба вряд ли, так. Мини-земного фракционирования. Здесь нет образцов земного вещества, не показанных. Здесь вместо этого, кружочки, показаны образцы лунного вещества. Это работа, которая была специально нацелена на то, чтобы увидеть любые минимально даже возможные различия в изотопном составе кислорода Луны и Земли. Это очень важно, потому что вы, может быть, слышали про гипотезу большого, этот самый, мегаимпакт, хотел сказать большого взрыва, мегаимпакт, да, выставить которого я уже образовался Луна. Так вот, для гипотезы мегаимпакта, было бы очень, ее бы очень поддержало, если бы изотопные отношения разных элементов земного и иммунного вещества между собой различались. Потому что, в общем случае, они не должны быть одинаковыми. Потому что, все остальное вещество в Солнечной системе, по шестнадцатому кислород и гетерогенов. Вот, посмотрите, эта группа метеоритов, ну, гавардиты, инкриты, диагениты, это ахандриты, которые, предполагается, что они произошли с одного и того же крупного тела, что они были выбиты с астероида Веста. Они образуют карбатную группу чуть ниже линии земного фракционера из пояса астероида. Ромбики Марса. Мессианское вещество. Откуда у нас мессианское вещество? Мессианское вещество. А? Да, это метеориты. Метеориты опять есть. Группа образованная из трех групп, которую сначала долго не могли никакой группе метеоритов прислонить, причленить, потому что, во-первых, многие из них были явно моложе, чем Солнечная система. Это вот шаргатиты, шассинииты, и, кто там, третий? СНС. Шаргатиты, шассинииты и иноклиты. Там некоторые из них основного состава, некоторые ультра основного. Вот. И потом догадались исследователи, что это вообще-то вещество, выбитое с Марса. Вот. Были проведены расчеты соответствующие, и подтвердили эти расчеты, что да, действительно, при сильных ударах крупных метеоритов по касательно к планете, могут быть выбиты куски вещества своей области. И, кстати, помимо марсианских метеоритов, у нас в коллекции сейчас имеются и лунные метеориты, вещество выбитое с Луны. И теперь, когда у нас есть непосредственно с Луны доставленное вещество, когда сопоставили их по составу, да, с этими вот экзотическими метеоритами, выяснили, что эта группа относится к Луне. Ну это ладно, это я отвлекаюсь с вами. Рассказывайте. Вот разница на составе марсианского кислорода и земного невелика. 3 десятых промилле по адектову 17, это же большой, 18. Но, тем не менее, она очень важна для нас. Она говорит о том, что 16-й кислород варьировал в пределах Солнечной системы. И каким образом, это вот очень важная задача, очень важная проблема. Вот здесь еще раз показаны данные вот для этой линии с единичным наклоном. Это линия, здесь образцы, она так называемая безводная, безводные минералы углестых хондрий. И все, уже не раз упоминавшиеся мною, кальций-алюминиевые включения самые ранние. Вот они образуют вот этот текст. Хотя мы видим, что очень многие точки отклоняются. Ну, для отклоняющихся точек объяснения нашли довольно быстро. Тут может быть, в каждой точке своем от зависимых рационеров, да, вещества, оно может приводить к отклонению точек и влево, и вправо. А вот те, большая часть данных, которые лежат на линии с единичным наклоном, ну, собственно, представляют основной интерес. Как же такое могло произойти? Потому что если мы это сможем объяснить, мы поймем некоторые процессы, протекавшие в Солнечной системе. Так, а я вот вот забыл вот эту часть, значит, предчеркнул, да? Были выдвинуты три гипотезы, как я уже сказал. Первая была связана с впрыскиванием вещества в своих ног. Она была выдвинута одной из первых. Ее по-всякому нам обсуждали. Но главная проблема с этой гипотезой состояла в том, что в этих образцах, где были аномалии по 16-му кислорода, не было других изотопных аномалий. А если, как можно вообще себе представить, что взрыв сверхновый срывает, значит, у звезды оболочку, выбрасывается огромное количество материала радиоактивного, там аномалии должны быть на всех элементах, на изотопах всех элементов, всей таблицей не делили. А их нет. Только в 16-м кислород. Как их так отфильтровать, чтобы попал только 16-й кислород, это, конечно... Ну, в общем, не смогли решить эту проблему в рамках вот этой гипотезы. Второе гипотезо, это было экспериментально обнаружено, что маслезависимое фракционирование возникает при формировании озона. Причем оно постоянно протекает в верхних слоях атмосферы, где озон образуется. И эта гипотеза тоже рассматривалась. Но, опять-таки, она не очень подходит для условий протопланетного облака. Какой элемент самый распространенный в Солнечной системе? Водород. Да. И, по сути, все процессы ранее, когда формировались малые тела, крупные планеты, солнце росло, все это происходило в атмосфере водорода. То есть, обстановка в высшей мере восстановленная. Как там может кислород существовать свободным, да? И еще плюс, чтобы из него образовывался озон. То есть, придумать такие условия не смогли. Потому что в атмосфере водорода такой процесс протекать не может, да? Физхимия нам запрещает. Ну и потом была выбрана гипотеза так называемого фотохимического самоэкранирования, да? Или шер селфшилдинг в англоязычной литературе. Самоэкранирование. Значит, суть его заключается в следующее. Значит, свободного кислорода быть не могло, но какая-то часть кислорода была связана с полиродом. Даже еще не СО2, а СО. Так вот, чтобы разорвать связь СО16, в смысле СО16, СО18 и СО18. Нужны какие-то гамма-кванты. Определенная энергия. Лучше, если вы это будете записывать, потому что этот процесс очень важен. И я, в общем, хотел бы, чтобы вы его понимали и могли мне его объяснить тоже. Ну и потом не только мне, а всем, кто вам встретится на этом пути. Значит, нужны кванты определенной энергии. Очень близкие по величине, но тем не менее разные. И поэтому гамма-кванты, отвечающие по энергии связи СО16, не может разбить связь СО17 и СО18. Ну и наоборот, гамма-кванты с энергией пригодной достаточно для того, чтобы разорвать связь СО18 и СО17 не могут разорвать связь СО16. Но, поскольку это все было в протопланетном облаке, ранее Солнце формировалось, оно уже было разогрето. И оно, конечно, излучало гамма-кванты. И если на пути потока этих гамма-кванты встречается облако СО, И вот представим себя мыслями, визуально, да, что вот эти гамма-кванты углубляются в этот облако. С краю, вглубь. Какому из них гамма-кванты чаще будет встречаться связь, на которую он может потратить свою энергию? Шестнадцать. Шестнадцать. Вон самое распространенное. И получается, да, а как только связь разорвана, поскольку, я вам говорил, все это происходит в атмосфере водорода, то этот кислород гораздо больше шансов имеет связаться дальше с водородом в воду. И получается так, что по мере углублей гамма-кванты шестнадцатый, вернее, вот этот вот гамма-квант, пригодный для разрыва связи с шестнадцатым кислородом, они быстро расходуются. Ну, быстро, не быстро, но они расходуются быстрее, чем гамма-кванты, предназначенные для семнадцатого и восемнадцатого. И где-то уже в глубине облака СОО, вот этих планков уже нет. Там просто в спектре, энергетическом спектре этого гамма-излучения, там провал. Получается, как бы, он отфильтрован. Он отфильтрован, он, этот гамма-квант весь потратился на разрыв связей на краю. Ну, там же разрывались связи и остальных двух изотоков. А вот уже погружаясь глубже в этот волн, да, гамма-излучение имело провал в области вот этого гамма-кванты. И там разрывались преимущественные связи С-семнадцатого и С-восемнадцатого. А шестнадцатый оставался нейтронным. Оставался в виде СОО. А как только, как только вещество, изотопы кислородные, да, изотопы кислородные переходили от связи СОО в афролок, то мы уже имеем физически разные вещества, которые, скажем, на время температуры влияют по-разному. Водяной лёд образуется при гораздо более высокой температуре, чем лёд СОО. И всё, дальше это твердые частички, которые могут от газа отделяться любыми физическими процессами. Разделение веществ. Да, здесь вот для... Я компенсировал то, что вам не сказал в самом начале. Каковы соотношения изотопные, да, между восемнадцатым, семнадцатым и шестнадцатым кислородом. И в результате получается, что водяной лёд внутри облака. Вот это не везде, а это именно внутри облака. После того, как гамма-излучение углубилось, прошло через этот вот экран. На краю его. Водяной лёд обеднёт шестнадцатым кислородом. Потому что он в небольшой мере, но заметный уже для анализа, он остался в связи с церковью. А семнадцатые и семнадцатые связи, они всё разорваны. И верят, больше шанс превратится в ваш долг. Вот такая история. Но, ведь мало же выдвинуть эту тюрьму. И её выдвинули, но потом её же надо было подтвердить. Экспериментально. Это я вам сейчас пока рассказал сказку, которую вы можете в неё поверить, можете не верить. И тогда был поставлен специальный эксперимент. Американцы НАСА запустили в сторону Солнца, но не совсем на Солнце, да? Она не пострадала от жары, они сказали, мы её ночью пошли. Вот американцы, они такого фокуса не догадались с ним. Они поставили аппарат. Сейчас я сначала расскажу, как этот аппарат выглядел, а потом куда. Значит, он содержал большое количество вот таких тарелок, в которых находились вот этими шестигранниками, такими как соды, пчели. Пластиночки из самых разных чистых веществ. Плёночный алмаз, золото, вольфрак, алюминий. Вот самые разные вещества. И назначение этих веществ было такое. Подисеть напротив Солнца, уловить солнечный ветер. В том числе, уловить поток кислорода, чтобы измерить его изотопный состав. Но там задача была многоплановая, то есть надо было и все остальные элементы понять, что летит с Солнечным ветром. Да, ну это же надо было не на полчаса вывесить этот аппарат, его надо было повесить на несколько лет. А как на несколько лет зафиксировать космический аппарат, чтобы он неподвижно висел и улавливал этот ветер, и чтобы ему хватило энергии на этот процесс? Это на Земле можно поставить там солнечную батарею, заставить ее крутиться. А в космосе как это сделать? И они вспомнили, ну такой математик Лагранж. Он когда-то решил задачу, так называемую задачу трех тел, задачу механики. Когда есть крупное тело, Солнце, поменьше тела, Земля, и третий какой-то бесконечно малый по размеру тела, которое в их гравитационном поле испытывает воздействие для гравитации. Так вот оказалось, что вот в этой задаче есть так называемые гравитационные ловушки. В поле, вне этих тел, помимо их, естественно, они сами к себе вытягиваются, но помимо них в этом поле есть гравитационные ловушки, точки Лагранж. Три находятся на линии, которые связывают эти два тела, значит, напрямую проходящие через их центры пятерства. Л1, она находится между двумя этими телами, точка 1. Л2 за пределом вот этого малого тела. Л3 за пределом большого тела. Вот пропорции, эти расстояния, они, как вы понимаете, они зависят от масс этих двух тел, круглых. И плюс еще есть Л4. И, кстати сказать, астрономы давно уже обнаружили, что это не математический какой-то изыск, а это на самом деле реальность. Потому что вот в точках Л1 и Л2, вот на орбите Юпитера, сосредоточены небольшие тела, в большом количестве, огромное количество, небольшие тела, которые называются греками Троянцами. Греки гонятся за Троянцами, но никогда их не могут. Они движутся в ладони. Это вот эти вот самые точки Л4. Солнце, Юпитер дает эти точки. Так вот, американцы запустили этот самый аппарат. Значит, проект был назван Genesis. Запустили этот аппарат в точку Л1. С тем, чтобы он провисел три года, три года я этим лезю. Он провисел в точке Л1, развернув свои ловушки в сторону Солнца. Поскольку это вещество, вот эти пластиночки были очень жуткие, то они разработали очень хитроумную систему приземления. И, чтобы аппарат не пострадал, чтобы эти пластинки не рассыпались там, не дай бог, не покорежило, они отработали еще задолго до этого проекта, отработали на земле такую операцию. Значит, аппарат входит в плотные слои атмосферы, втормаживается, потом раскрывается парашют, за ним следят. И потом вертолет с огромным крюком под брюхом догоняет, за угол парашюта цепляет, и потом плавненько, мягко создает его на земле. И они это отрабатывали все. Но случилось неприятно. Значит, в тех нескольких экспериментах, которые они проводили до запуска, все было нормально. А в аппарате, который был запущен уже на орбиту, который проработал три года и потом вернулся на землю, электронщик, который собирал плату, перепутал полярность датчика гравитации. Аппарат, когда вошел в плотные слои атмосферы и начал тормозиться, он должен был этот датчик сработать, что торможение дошло до определенного уровня, пора выбрасывать порошок. А он был повернут в противоположную сторону, и сигнал так не поступит до самой земли. Аппарат ровно в пустыне, ждать где-нибудь там, раскрашился на части. И они потом, они до сих пор работают вот с этими вот пластиночками, они все равно его, влезли с окном, обескураженные сдали их исследование, и туда везли, чешем так вот. Что это сделать? Они его привезли все равно в лабораторию, лаборатория была приготовлена чистая, они его привезли в лабораторию. И вот под биногуляром, пинцетом, они вот эти вот осколки до сих пор разбирают на части, и эпизодически появляются новые публикации с результатами анализа. Но самое все-таки простое, что они могли сделать, да, вот центральная часть, вот эта ловушка, ну, это не просто так спиц, да, это тоже ловушка, там было сделано так, что это алюминиевая такая конструкция, вот здесь в центре алюминиевая пластина, и с помощью этих спиц и внешней, внешнего низка создавалось поле, электрическое поле, которое улавливало частицы, концентрировало их вот сюда, в центре. И сюда действительно попало довольно много частиц солнечного ветра, в том числе кислорода. И поскольку это алюминий, мягкий материал, он не покрошился на мелкие части, он, конечно, покорежился, погнулся, но его легко было узнать, что это вот оно самое. И они его очистили в какой-то мере и проанализировали на ёмном зоне. Сначала давайте вот эти графики посмотрим. Это результаты изотопного анализа кислорода вот этой самой алюминиевой ловушки. С помощью ёмного зонда, значит, вот здесь показан пик, значит, это время прожигания, да, ёмным пучком. Там девушка что-то записывает себе. Вы всё-таки иногда посматриваете сюда. Да, да, а то мы не убились. Пик пишет никогда на пикаху. Значит, это время прожигания. Да, и мы видим, что приступительно, значит, пик сначала проходит на максимум, потом сигнал уменьшается. Концентрация шестнадцатого кислорода, да, это шестнадцатый кислород. Концентрация распадает и схожит на нить. То же самое просто в другом масштабе. Сигнал восемнадцатого кислорода и сигнал семнадцатого кислорода. Они ведут себя аналогичным образом, только сами сигналы чуть поменьше. И вот таких анализов было проведено несколько, в разных точках, вот этой алюминиевой пластины. И вот данные показаны здесь. Это результаты анализа стандартной лаборатории. Таких же точных образом проведённых с помощью делозозона. А это результаты анализа вот этой самой пластинки с аппарата Genesis. О чём они нам говорят? Вопрос про природу изотопных аномалий в метеорит. Значит, какая есть гипотез Вернобошка нам нужно разобраться? Да, я вам рассказал интересную историю про Genesis, про эту аварию. Но на самом деле это всё связано со статей кислорода, да, Витягин? Значит, вот линия земного функционирования. Изотопные отношения, ну вот земное вещество вот здесь, да? А это линия с единичным наклоном. И вот данные по кислороду с Солнечным ветром. Какая из гипотез в итоге верна? Если впрыск сверхновый, впрыск вещества из сверхнового. Какие должны быть изотопные отношения на Солнце по сравнению с веществом вне Солнца? В оболочке, да, против планеты Рула? Если впрыск вещество из сверхнового, то шестнадцатым кислородом должно быть обогащено что? Центр или периферий? Периферий. То есть Земля, метеориты, Луна, Марс, все это должно быть обогащено шестнадцатым. Значит, восемнадцатый, семнадцатый... Обогащено Солнце? Да, обогащено Солнце. Значит, тогда вот Земля была здесь, а солнечный ветер будет выше. Не годится. Если самоэкронировано. Про озон мы не говорим, тут через химии нам написали. Если самоэкронировано. То у нас должно оказаться вещество, а вещество у нас не было. Если самоэкронировано. Ну-ка давайте. Надо быстро экологическую цепочку. Почему? Почему? Потому что в центре у нас больше... В центре больше и, соответственно, отношение дельта восемнадцать ниже на Солнце. Соответственно, проект Genesis подтвердил. Гипотезу. Самоэкронировано. И теперь это, в общем, уже не гипотеза, а вполне стройная тема. После того, как ее подтвердили экспериментально. Вот такие вот... Ну, я еще вам покажу эту картинку. Просто для... Во-первых, для того, чтобы вы увидели, что распространена и такая форма представления. Когда не дельта малая, восемнадцать. А дельта восемнадцать такая. А сразу дельта большая. И тогда линия земного фракционирования, она просто вот... Горизонтальные линии проходящие через ноль. А вот эти вот линии с единичным наклоном, они здесь выглядят несколько иначе. В зависимости от масштаба по осям они могут иметь самый разный наклон. Но главное, что это не нулевой наклон, то есть не горизонтальный линия. И здесь еще есть одна загадка, которая останется вам, для ее разрешения, вам, будущим великим ученым. Смотрите, с каким веществом из метеоритов сход на земля, на изготовленном составе. Вот земля здесь специально наморгает зелочь, чтобы иногда исчезать, и чтобы мы видели, что находится под ней. Это инстатитовые хондриты. Хондриты, которые объединены оливином и обогащены пероксином. То есть они более кислые по химическому составу, чем все остальное вещество, включая в общем вещество земли. А все остальное, с чем мы обычно сопоставляем средний состав земного вещества, углестные хондриты. Они, углестные хондриты первого типа, SI, вот эти вот перевернутые треугольнички, они, во-первых, слегка выше лежат, не сильно, но тем не менее, не хуже масса. И, во-вторых, это вещество по дельто 17 взаменно отличается от земного вещества. Вот насколько случайное совпадение земли, состава земного вещества и инстатитовых хондритов, или спиномерных, это предмет большого спорта. Есть исследователи, в частности ЖВА, танцузские исследователи, которые обосновывают происхождение протоземли из вещества аналогичного инстатитовым хондритам. Там есть свои сложности, это каким-то образом надо понять, куда же делся лишний кремль, избыток всего два из этого вещества аналогичного инстатитового хондрита при формировании земли. Или запрятать его в ядро, или вообще вывести за пределы системы земляного вещества. Ну, потому что мы понимаем, что все-таки магийное вещество, оно более основное, чем персет. Ну, вот, с кислородом, с кислородом, да, и вот, по батарея, на их объеме, в большой точечной аналогичной аналогичной, они тоже летают лучше. С техным разбросом, ну, вот, на единичке примерно лучше, чем состава старого земли. Это линия, которую эти исследователи провели, заимствовав из работы двух авторов. Первый Янг, а второй у него, я не помню его фамилию, но она начинает с нами. То есть это их просто, зависимый на язык работы. Она немножко отличается от этой общепринятой линии безводного материала углесных андрей. Это в металле, да, в самой простой восстановленной форме. А наиболее тяжелый, в океанической воде, в виде углекислоты. Ну, за ноль, за стандарт принятый привод белевнита, как я вам уже говорил. И поэтому, вот, нулевое значение этой шкалы как раз и находится в диапазоне состава карбоната. Хотя, конечно, первичный углерод, его изотопный состав первичный для Земли. Он, скорее, отвечает углероду, ну, либо тому углероду, который заключен в алмазах, или вот в мантильном граффити. Ну, это порядка минус семи, это С-13. Хотя алмазы, как выяснилось при их детальном исследовании, алмазы представляют собой две группы. Очень компактный по изотопному составу углерода состав имеют алмазы ультрабазитового парогенезиса. И широкие вариации изотопного состава углерода в эклогипене. Ну, и мы можем с вами даже, наверное, догадаться сами, почему такие могут быть ультрабазиты. Метаморфиза. Хорошее слово, метаморфиза, да. И что оно означает в данном случае? У нас плакиков в эклогипенезис. Это уже, как минимум, сильные экстрематизированные породы. Вот. И, соответственно, возможно, принесение другого. Поскольку алмазов их немного, и они, в целом, ну, не могут породы преобладающей ситуацией, то при достаточно насыщенном карбонатном флюиде у нас получается смещение, преобладание значений для, ну, равных значениям этого флюидного изотопного изотопа. Короче, даже если у вас эклогитовый метаморфизм, там будут температуры разные. У нас, в зависимости от температуры, будет мясо, ну, фракционировано. Может быть, поэтому вот так. Ну, вот, насчет метаморфизма и его роли в генезисе алмазов, что-то у меня, конечно, есть большие сомнения. Ну, хорошо. Вот. Но я бы, наверное, так сказал, что алмазы утропозитов, петрогенез, там, парогенез, они черпают углерод непосредственно из моих, из первичных углеродов. А те, которые связаны с эклогитовым, этот углерод мог пройти через поверхность, зону субдукции и снова попасть в данную глубину. Да, есть алмазы, есть алмазы, обнаруженные, значит, в метаморфических породах. Надо сказать, их происхождение загадочное. Никто объяснить это не может, да? Совсем недавно, буквально в последние два-три года, алмазы начали находить даже во справодужных вулканиках. Вот, извержение Толбальчика, два года назад которых было, там обнаружили мелкие алмазы, и поначалу, значит, вот этим геологам из Петропавловска ни в какую не хотели верить, что это алмазы, что это, они что-нибудь перепутали, или эти алмазы, может быть, попали откуда-то, ну, чисто технический алмаз там. А вы случаем там не бурили ничего? Они говорят, нет, тут туда нет. Там извержения, там никаких буровых станков не было, ничего, туда вообще не доедешь. И вот, выделили. Ну, по поводу загрязнения, естественно, тоже, в лабораторном загрязнении очень много было разговоров. Но потом они, эти образцы в большом количестве, они привозили их и в сибирские институты, и в университеты, и в Москву. У нас, значит, Георгий Михайлович Галимов занимался, он проанализировал их изотопный состав. Вот. Ну, и, естественно, определили, убедились точно, что это алмазы, а не какой-то там артефакт. Вот. Но как они возникают, это пока вопрос открытый. По идее, при тех содержаниях углерода, при тех температурах, которые в раскладах наблюдаются алмазбы, образовываться не должно. Вот. Но была очень интересная идея, выделена еще в 80-е годы, Галимова, что алмазы могут образовываться в результате кавитации. Это не общее высокое давление и температура, это не какая-то там немыслимая глубина, да? А это может быть в процессе подъема расплавов или флюидов газов по трещинам, по каналам неправильной формы. Что такое кавитация? Кто-нибудь из вас вообще сталкивался в жизни с кавитацией? А никто из вас никогда не слышал, как в доме у соседей кран открыли и начинается гудеж на весь дом. Дрррррррррррррррррррррррррррррррр. Это вот такое кавитация. Так что все вы с этим сталкивались. Из-за изменения сечения канала, по которому течет поток, там же возникают перепады давления. И из-за этих изменений, резких изменений давления, там возникают и схлопываются пузырьки газа. И в момент схлопывания, внутри этого пузырька, вот в этой точке, где схлопывается пузырек, давление может на порядке превосходить окружающее давление. Это динамический процесс. Это не постоянное давление, не элитостатическое, не гидростатическое. Динамический процесс. И там давление достаточно для того, чтобы... Ну, там, не в вашем водопроводе, а вот в каналах, в разломах, по которым, если с большой скоростью поднимается газ или киберлитовый расклад, Там вполне, по теоретическим оценкам, которые вот Эрик Михайлович сделал еще, сколько лет назад, давление могло достигать значений, достаточных для образования зародышей алмазов. А на этих зародышах потом алмазы могли, могут дорастать уже до более крупных кристаллов. Такую модельную установку, в которой организовали кавитацию в газовой фазе. И они получили технический алмаз вот в такой экспериментальной установке. И сейчас уже взялись геохи в подвале, вот у нас там стоит. Они сейчас делают уже установку для получения, ну, не промышленных алмазов, но уже такого, может быть, количества, с которым можно не только исследования проводить, но, может быть, и там, не знаю, девушкам в колечки вставлять. Так что, да, ну, я на алмазы отвлекся. Вот. И, значит, если вы захотите детальнее познакомиться с геохимией углерода, это очень интересная тематика. Вот книжка, которая здесь процитирована, это, пожалуй, то, с чего можно начать, с чего полезно начать. Там даны и основы, самые физические основы процессов фракционирования затопов. Частично будут перекликаться с тем, что я вам рассказывал. Ну, только на примере кислорода, да? Вот. И очень интересное явление, связанное с биологическими процессами фракционирования, которое приводит к тому, что в пределах одной молекулы, крупной молекулы, в разных позициях углерод может иметь систематически разный изотопный состав. Опять-таки, он определяется бета-факторами соответствующих позиций, соответствующих соединений в этой позиции. Где-то он будет связан углерод с кислородом, где-то с азотом, где-то с водородами, где-то углерод с углеродом, и в каждой позиции его изотопный состав будет определяться типом сверху. Рекомендую. Ну и вот такой еще, скорее, забавный пример я вам приведу. Давайте сначала верхнюю картинку рассмотрим. Вот был такой исследователь, доктор Кроуз, канадец, который занимался геохимией стабильных изотопов. И он еще, это в советское время было, да, где-то в 60-е, 70-е годы он тогда был молодым человеком. И он ездил на разные конференции, там, в поля, еще куда-нибудь, и везде, где он был, если его, там, если он посещал, допустим, ресторан, кафе, в гости приходил, он брал кусочек сахара в себе на анализ. Ну, просил или покупал. Вот. И обнаружилось, что сахар тростниковый и сахар свекличный имеют ураганные различия по изотопному составу углеродов. Видите? Минус 10 тростниковый, ну, в районе, да, плюс-минус 1. И минус 25 сахар из свеклы. И вот здесь, даже, и вне зависимости от того, на каком континенте выращивали этот сахар. В СССР сахар, в основном, вот, то, что он натаскал, да, в разных гостях, там, где, в гостиницах, у нас, вот, в фиолетовой кружочке, весь сахар был свекличный. Оказывается, он был связан с тем, что СССР тогда покупал на Кубе огромное количество тростникового сахара. И нигде следов этого тростникового сахара Кроус не обнаружил. Какая-то прям шпионская история. То ли этот сахар пускали на какие-нибудь химреактивы, то ли, в общем... Он так и не смог найти ответ. То есть, вот и я вам, соответственно, не дам ответа. Куда девался кубинский сахар? А уж это была всегда основная статья экспорта Куба. Ну, плюс сигары, конечно, и ром. Но про сигары и ром мы говорить не будем, а вот сахар исчезал без следов. Нигде в СССР он не обнаружил его следов. Да, и вот здесь еще интересный пример тоже из его работ. Это различия в изотопном составе углерода природных соков, которые вот непосредственно из фруктов, из яблок, приготовлены. И сок, который был сначала сублимирован, а потом разбавлен водой. Ведь для транспортировки сока на большие расстояния лучше, конечно, воду отогнать, перевести небольшое количество концентрата и потом снова разбавить там и где-нибудь доставить, допустим, Москву из каких-нибудь там южных регионов. И здесь в Москве уже разбавлять водой. Но этот сок хуже по своим свойствам. Это уже не натуральный сок. А пишут на нем всегда сок яблочный натуральный. Или в худшем случае там будет написано идентичный натуральный. А по изотопному составу тут сразу возникают заметные сдвиги. И надо сказать, в Европе у нас, я не знаю ни одной лаборатории, которая систематически занималась бы проверкой качества продуктов, а в Европе очень много лабораторий, которые зарабатывают тем, что анализируют пищу. Самые разные продукты и соки. Вот один мой приятель, он уже лет, наверное, 20-25 живет в Германии под Мюнхеном. Его сначала туда пригласили помочь им запустить старый масс-спектрометр, а потом выяснилось, что запустить, то он его запустил, а работать все равно на нем некогда. И они его так попросили сначала на годик остаться, потом еще на годик. Вот это уже 25 лет. И он продолжает там работать. И чего они там только не анализировали? Каких продуктов только не... Каждый продавец, каждый там хозяин магазина, он заинтересован в том, чтобы у него продукты были действительно высокого качества. Заказы ему дают не покупатели, которые в магазин входят, а директора, которые оптом закупают продукты у разных поставщиков. Вот. Поэтому они заказами не обделены и непрерывно гонят, гонят, гонят. Каждую партию новых товаров они проверяют на изотопный состав, на какие-нибудь микропримеси. В общем, они там лаборатории довольно разнообразные уже теперь организовали. Начинали с одного масс-спектра. Спаржу они анализируют. Потому что для немцев непременно важно, чтобы ваша спаржа, которая продается, чтобы она была немецкая. Если она не немецкая, а испанская, то вы тогда уж напишите по-честному, что это испанская. А в чем суть? Немецкая собрана сегодня утром. А испанская, как минимум, в сутки везли ее на грузовике. Ну как можно есть спаржу, которая уже больше суток? С момента, значит, когда ее собрали. Вот. А поскольку там есть какие-то систематические различия в составе грунта, в пределах Германии и в этих южных регионах, то они, выполняя анализ, научились различать спаржу, которую вырастили в Германии. Они не могут сказать, может быть, в Германии ее тоже вчера собрали. Но они, но это практически невозможно себе представить, чтобы вчерашнюю спаржу кто-то там стал продавать. Но самое главное, что уж если вот она немецкая, то, скорее всего, значит, ее собрали сегодня утром. Прямо сегодня. Ну и такой же вот совсем краткий обзор распределения изотопов серы. Серу, как вы помните, значит, в качестве стандарта для серы используется что? Сера из метеорита. Да, метеоритная сера, да? Сера сульфида из железного метеорита. Сера из троэлита, да? Такой сульфидный минерал, троэлита. Метеорит. Помните название? Каньон Дьявола, да. Каньон Дьявола сейчас... Вообще все... Вы знаете, да, по какому принципу дают название метеорита? По ближайшему населенному пункту. Исключения крайне редки. Вот Сихоте-Алинь, поскольку он выпал на огромной территории, действительно в пределах хребта Сихоте-Алинь, пожалуй, едва ли не единственное исключение. А все остальные названия дают по ближайшему населенному пункту. И Каньон Дьявола... Что? Нижайший населенный пункт. Каньон Дьявола это заброшенные деревья. Там уже никто не живет. Каньон Дьявола... То, что называют каньоном там, это такой небольшой овраг в пустыне. Но там вот где-то в районе... И это, кстати, совсем недалеко от Аризонского кратера. В нескольких километрах от огромного Аризонского кратера. Может быть, вы видели на картинках, может быть, кто-нибудь и был в Аризоне. И... Да, он так немножко имеет такие формы скругленного квадрата. Вот. Так что внеземной материал, несмотря на то, что в нем, конечно же, в разных формах серы, есть некоторые вариации, но сульфиды в основном имеют нулевой изотопный состав. В ИТС-34 близко к нулю. Мантийная сера, земная мантийная сера, тоже имеет состав близкий к нулю. А вот в осадочных породах разного состава, вариации изотопного состава серы чрезвычайно широкие. И тоже они в значительной мере обусловлены процессами окисления и восстановления серы. Очень гомогенно-сульфатная сера океанической воды, плюс 20. Она меняла свой изотопный состав в неких пределах в ходе истории океана, но сейчас он довольно гомогенный, плюс 20 промилль. А при восстановлении серы или так называемом процессе сульфат-редукции, который активнее всего протекает на поверхности дна, океанического. При низкой температуре за счет жизнедеятельности бактерий. При восстановлении этой серы сульфатной изотопные отношения все становятся сдвинутыми в отрицательную сторону. В зависимости от температуры, от скорости этого процесса. Но так или иначе они снова возвращаются куда-нибудь вблизи вот этих вот нулевых значений. Но не в точности, конечно, потому что тут вариации появляются. Вариации иногда довольно заменны. Но куда-нибудь снова в эту область. Поэтому не всегда можно, просто проведя единичный изотопный анализ, сказать, это сера действительно первичная, ювенильная, глубинная сера или это продукт восстановления сульфатной серы. Это надо, всегда нужны достаточно детальные исследования, чтобы надежно это определить. Если мы имеем дело с сульфидами, надо понимать, какого происходения с сульфидом. Ну вот шире вариации изотопного состава, пожалуй, только у водорода. Несмотря на то, что сера значительно тяжелее, да, но вот за счет процесса восстановления обеднения, восстановления окисления, она может приобретать очень широкие, очень большой гетерогенности, зато очень широкие вариации изотопного состава.